У нас этот год очень вдохновляющий, очень-очень вдохновляющий. Каждый год он более очень, чем предыдущий, очень. На самом деле вещи происходят. Мы выстраиваем и в глубину, и в ширину, и инфраструктуру, и все делаем. И мы собираемся победить. Так что все здорово. Как мы начнем? Сатендра мы вот будем вести. И в Шушанти, Сатендра я, Диди Маниша, тоже будет. Я не знаю, у меня в ум пришло, думаю, Диди Маниша, почему-то так я сказал. Диди значит сестра, старшая сестра. Нормально, Ридрит вам нравится? Правый концерт вам еще понравился? Да, я очень был рад. Для меня Рава каждый раз – это кот в мешке. И вчера было просто супер, отлично. Пару слов можно добавить немножко? Слушайте, а можно микрофон немножко добавить? Да. Я быстренько проникнусь по повестке. Сначала у нас будет отчет по проделанному. Расскажем про основные проекты, что на Мастер Юнити происходит, что у Дада происходит, что там с Илухтями происходит. И потом я после всего этого подытожу отчет по сибирскому региону, то есть с Екатеринбурга до Красноярска. Я просто озвучу основные моменты, чтобы общая картина была. То есть по каждому городу мы сильно не будем останавливаться. После этого мы немножечко буквально поговорим про критерии успешности Юнита, почему сложности, которые возникают с этим, и почему необходимо все-таки этим критериям следовать и их внедрять на себя в Юниту. После этого мы сделаем выводы, что ускоряет, замедляет прогресс. И постараемся потом во второй части собрания то, что ускоряет прогресс, на это акцентировать внимание. И то, что замедляет прогресс, это исключительно. Это будет первая часть нашего собрания. Вторая часть нашего собрания, это мы поговорим о миссии, глобальных целях. Большой будет блок, как превратить получившего инициацию активного марга, роль в фухте проданных и секретарей, и планируемые образовательные программы, которые, по нашему мнению, позволят наших целей добиваться лучше. Первый пункт. Переходим сразу к четко проделанному. Начнем с мастер-юнита. Буквально пару слов про мастер-юнит расскажу, что кто здесь живет и вообще, чем мы тут занимаемся, чтобы понятно было. Мастер-юнит – это на данный момент единственный… Нет, еще есть на… В Таёшке мастер-юнит, но такой, где куча ЛФТ живет, такая база, где воспитываются ЛФТ, это единственный в России большой такой центр. То есть здесь у нас живет порядка 20 ЛФТ и стремящихся к ЛФТ. Здесь живут большая часть команды «Уроки медитации РФ», группа «Космиклав». Здесь же работает у нас проект «Многоспеции РФ». И вот мы все вместе пытаемся всякие разные проекты реализовывать. За эти полгода у нас прошло несколько ряд ретритов. В феврале у нас прошел мужской ретрит с Дадетсаданандой и Амитом на 40 участников. Потом у нас после этого на 8 марта женский ретрит, 30 участников проводили его без Диди. То есть это для нас тоже такой опыт. Мы обычно проводим ретриты с очариями, поэтому у них большой успех. Когда мы проводим ретриты без очария, то там успех поменьше. И вот этот женский ретрит показал, что можно довольно успешные ретриты проводить совсем без очария. Ну просто Дада... Дада нас приучает, говорит, что вы постоянно на мне ездите, давайте немножко сами как-то шевелитесь, потому что работы много, направлений много и не может туда каждый месяц участвовать в ретрите. Поэтому мы постепенно учимся обходиться без наших очарий. Это сложно на самом деле, это сложно, но мы работаем. В апреле мы провели ретрит тишины для жителей МЮ чисто. С участниками там было чуть поменьше, конечно, ошиблись. То есть мы сначала подумали провести ретрит тишины для всех, потому что это было мало зареганных, но мы решили, давайте хотя бы сами для себя сделаем. Потому что духовные программы интенсивные, они очень большую пользу приносят всех. Цикл лекций для ЛФТ от Адады Садананды. То есть Адады Садананды в течение нескольких недель ежедневно проводил, собирал ЛФТ и тренировал их по всяческим направлениям. Ретрит для начинающих, то есть крупный ретрит уроки медитации РФ, майский, традиционный. Каждый год мы проводим, порядка 100 участников было в этом году. Ну, Рава-фестиваль, 1500 человек. Сантоша не виду, но, наверное, он потом, когда подойдет, поподробнее расскажет про Рава-фестиваль. Там есть что рассказать. Очень успешный Рава-фестиваль в этом году прошел. И вот перед ретритом с 16 по 22 июля происходил инструкторский тренинг дяди Ананды Санджены. Было порядка 50 человек. Глубленно изучали асаны и активно практиковали. По работам, которые у нас на Мастер Юнити происходят. У нас сейчас, еще раз немножко лирическое вступление сделано. То есть, у нас здесь живут ЛФТ и живет небольшое количество семейных людей. Три семейные пары у нас постоянно проживают на Мастер Юнити. И вложения в семейных людей, они как раз обеспечивают ту базу, насчет которой может Мастер Юнити дальше развиваться. Потому что у нас есть большая проблема с текучкой кадров. Те люди, которые приходят в ЛФТ, они тут один-два года находятся. Потом либо по своим делам, либо в тренинг-центр. То есть, у нас постоянно ротация кадров происходит и постоянно новые люди. И в связи с этим у нас большие проблемы, связанные с передачей опытом, с развитием, с какими-то серьезными проектами. Поэтому у нас есть высокая потребность в том, чтобы у нас тут оседали семейные люди, которые накапливали опыт. И потом этот опыт позволял развивать Мастер Юнити и проекты, связанные с Мастер Юнити, ну и с Аннамдомаргой в целом. Поэтому было принято решение сделать вклад в условия для семейных людей. которые живут на Мастер Юнити. Вы сами можете заметить, что условия тут такие, более-менее предгодные для жизни. С одной стороны, с другой стороны, спартанские. Когда третий год в спартанских условиях живешь, уже начинаешь немножечко думать, как бы их улучшить. Поэтому было принято решение построить семейный дом, в котором полноценно могут разместиться две семьи. И мы целый год этот дом уже строим. Возникает много сложностей и препятствий. Мы с ними боремся, так как профессионалов у нас нет. То, что мы с непрофессиональной бригадой смудрились построить дом, практически довели его до конца. Это большой прорыв. Там еще остались последние штрихи. И уже нам до спеша шанти умудрились переехать в недостроенный дом, потому что уже ждать отказываются дальше. Это и ускоряет строительство, когда люди уже переехали. Говорят, все, может, ты перестал, я перееду, а вы там уже сами разбирайтесь. Мне без сложности было. То есть мы перестраивали, переделывали, но несмотря на все эти сложности, мы идем вперед. Также за эти полгода окончательно мы завершили внутреннюю отделку Бабиного дома. То есть всю внутреннюю отделку, двери, блинтуса, обои, ламинаты, все, что связано с внутренней отделкой, совершали ребята LFT. Очень тоже сложно, долго это все происходило, но мы справились. В Бабином доме были? Да. Приценили? Хорошо, супер. На самом деле, это один из таких мест на планете не так много. То есть я был по разным местам, и в Индии, и везде. Но такие вибрации, это очень уникально, особенно. То есть ты чувствуешь там, я видел много раз, люди выходят в слезах из этой комнаты. Так что это очень хорошее для нас духовное богатство. Также вот перед ретритом мы начали строить бунгало. Пока одно более-менее возвели, два на начальном этапе. Ну и планируется расширять это направление строительства, чтобы улучшить жилищные условия людей, приезжающих на ретриты. Потому что приезжают у нас семьи, и семьи у нас не помещаются. Приезжают гости из-за границы, которые в палатках, но не привыкли жить. И всем этим людям нужно каким-то образом обеспечить условия, если мы хотим ретритный центр развивать. Поэтому вот одно из направлений – это строительство бунгало. Планируем мы их больше и больше строить. Ну и всякие разные моменты, касаемые сопровождения мастер-юнитов, увеличение электрической мощности, там кабеля, ремонты. Постоянно у нас происходит. Хозяйство большое, это тоже требует больших ресурсов уважения. Много специй РФ. Наконец-то за эти последние полгода мы оформили, получили все необходимые документации, касаемые деятельности. Получили все декларации, технические УТУ, даже производственная программа, которая не у всех пищевых производств есть. Мы абсолютно по всем направлениям белые и чистые. Это нам тоже от больших трудов стоило, потому что там сложности возникали. Также за полгода мы разработали коммерческое предложение для партнеров. Пока еще сильно ни с кем не запартнерились, но работаем в этом направлении. Ищем партнеров. И начали на регулярной основе снимать видео. То есть ребята ЛФТ тоже потихоньку учатся делать видеосъемку, делать монтаж. И мы эти навыки используем в разных проектах, в том числе и много специй. То есть мы до этого снимали какие-то рецепты, но это было на нерегулярной основе. И снимем потом, полгода не снимая. Сейчас мы стараемся выйти на как минимум, чтобы одно видео у нас выходило вместе. Здесь не вместе, а в неделю. Ну, еще у нас тут живет тур в большей части группы Космиклав. И они вот в мае проехали с туром по нескольким городам России и Москва и Петербург. Пару слов хочу сказать по поводу... В Москве было супер-шоу Космиклав. Там, конечно, был такой заводик, типа того, такой Лофт. Вот не очень приспособлено для концертной программы. Но пришло очень много народу, 300 человек. И было прям вау. Все были очень на подъеме, все были в восторге. И сейчас есть такие... В умах бродят идеи, что арендовать там Крокус Холл в Москве. Да, на полторы тысячи и сделать хорошую концертную программу. Потому что у нас для этого ресурс есть полностью. Одни наших подписчиков придет 100%. Сделать крутой звук, крутой свет. И будет классно. Они меня тоже подбивают там в Крокус Холле выступать. Но я пока что попробую на Космиклав как бы отделаться. Начнем с Космиклава, потом посмотрим. Ну, очень круто. Мне понравилось в Москве, как выступал Космиклав. Народ. И у меня там очень такая крутая форма про чар. Я просто пришел, как зритель сижу. И все люди подходят. Там, вот, намаскар, как получить урок медитации. Я ничего не делаю, я просто сидел. Пару слов еще хочу добавить по поводу финансовой составляющей жизни Мастер Юнитом. Я, как уже сказал, что здесь порядка 30 человек живет. Ну, плюс-минус. И на проживание, на сопровождение центра у нас уходит около 200-300 тысяч в месяц. То есть, если даже по 5 тысяч рублей на человека тратят на еду, 30 человек – это уже 150 тысяч рублей. Хозяйственные вещи, транспорт, машина, ремонт и стройматериалы. Это требует больших вложений. Каждый месяц у нас уходит около 300 тысяч рублей. На данный момент основной источник поступления финансов – это проведение ретритов. Поэтому, помимо всего, когда вы приезжаете на ретрит, вы не только заряжаете себя, и напитываетесь вибрациями, и прогрессируете в духовной практике. Это большой вклад в поддержку развития Мастер Юнита, который, в свою очередь, является источником этих позитивных изменений. Здесь работают люди, которые большой вклад делают как в развитии уроков медитации, так и в развитии всей Анандамарги в стране. О будущем, в перспективе и во всем мире. Дальше потом расскажут ребята. Вы отдаете, нет, на счет все, какую важность имеет ЛФТ? Когда мы воспитываем ЛФТ, допустим, 20 ЛФТ, вы понимаете, что это такое? Возможно, да. Да, ну 20, там конверсия, конечно, поменьше, но это очень важно. ЛФТ, то есть сегодня, на самом деле, Баба очень сильно ценил, когда кто-то вдохновил кого-то прийти на путь саньясы, потому что это очень сильный подарок Бабе. Да, потому что человек всю свою жизнь, все свое время будет посвящать миссии. Это что-то очень такое особенное. Я слышал, вчера пели песни они, да? Что там, я не помню. Ну, запомню, 10 тысяч там, до начала. 10 тысяч. То есть, когда мы делаем вот эту садхану, специальную садхану, которая для ватхутов, ты понимаешь все, что еще вот немножечко таких парней, и просто вся атмосфера на этой планете изменится. Просто вот так вот она изменится, и люди очнутся с новыми идеями, с новым состоянием ума, с новыми желаниями. Поэтому я подумал, что ведь это простая миссия, это очень простая миссия, нужно сделать просто 10 тысяч ватхут, и все, все остальное, пусть остальное, я не знаю, кто там делать это будет, но мы можем сделать эту задачу, простую задачу, и вы можете участвовать в этом тоже всячески. То есть, во-первых, отдать своего сына дочь на воспитание, или вдохновить кого-то в своем юните. Знаете, дата, когда приезжает, то есть я готов к вам приезжать в ваши города, но проблем, но чтобы было к столбу привязан кто-то. Да, вы можете разбегаться, я этого человека заберу и утащу его. Ну, надо сегодня. Да, конечно, 100%. Если вы обеспечиваете одного человека, кандидата в ЛФТ, я к вам приезжаю сразу же. То есть, делайте, он с Манишей договариваетесь, Маниша все там обеспечит вам приезд дады без проблем. Вот, но вы до одного, хотя бы минимум одного человека, которого я могу утащить к себе в гнездо, вы обеспечиваете. Окей, это еще одно. И еще одно, это то, что вы поддерживаете анандо шивание. Вы поддерживаете анандо шивание здесь, этот котел, который производит людей потихонечку, потихонечку, это как тренинг-центр для ЛФТ, это тоже очень важный такой элемент. Я хочу добавить, что... Да, еще одна вещь, то, что нужны в городах они. Да, то есть сейчас, да, дить не хватит 100% на то, чтобы каждый город покрыть. Марги нуждаются вот в этих микровитах именно. То есть вот эта энергетика, не знаю, каким образом создается, но когда кто-то приезжает из гостей, создается вот эта атмосфера, праздника, происходит изменение в сознании, что-то случается, да, там что-то переплавляется, и очень много прогресса происходит. Поэтому очень важно, чтобы регулярно в города приезжали гости, например, ЛФТ, Ачари, это будет хорошо. А для того, чтобы эти города, у нас около 80 городов сейчас, на данный момент, и чтобы их покрывать, то есть можете себе представить, никакой дады, никаких дидей не хватит на это. То есть нам нужна большая команда очень зрелых, воспитанных и развитых ЛФТ. А для этого их нужно, то есть для этого нужна конверсия. Я посчитал, что мне нужно примерно 80 в год, если они будут заходить, вот этого хватит. То есть поэтому 80 в год надо, чтобы поступало людей в ЛФТ. С каждого города по одному в год. Я не знаю, я думаю, что тут арифметическая прогрессия не сработает, только должна быть геометрическая прогрессия. Я согласился на компромисс такой с собой, что я вдохновлю сотню, а не каждый по сотне вдохновит. Все, выйдет. Плюс еще мы работаем над тем, чтобы эту идею транслировать во всю организацию, во всю миссию. То есть сначала у всех было такое, как-то нереально звучит. Но сейчас эта идея уже 10 тысяч, эта цифра вписалась, и все когда слышат, о, да, 10 тысяч, вот, круто. Поэтому я надеюсь, что вся организация проснется этой идеей. Вот, я уже двигаю всякие разные идеи. Давайте будем учреждать призы, будем давать квартиры, машины, компьютеры. За то, что человек отправил человека в тренинг-центр, окей, но проблем. От 18 до 30. С 18 до 30 принимаем. Некоторые есть исключения, но им нужно как бы просочиться, типа, как вот сумана, она в доверие просто втерлась. Она много лет работала, старалась, как говорится, верой и правдой, да, и потихонечку она завоевала доверие, и поэтому она сейчас тоже будет рекомендована на прохождение тренинга, и для того, чтобы стать самей осенью. Еще хочу немножко добавить, что воспитание ЛФТ – это ресурсозатратный процесс не только по времени и вкладыванию. Очень в дручонке много. Да, и еще и по финансовому. Это тоже ресурсозатратный процесс, потому что, ну, не всегда люди приходят тут абсолютно зрелые, готовые совершать любую работу и приносить очень-очень много пользы. Поэтому необходимо в них вкладываться, чтобы они учились, тренировались, росли, зрели постепенно и превращались в человека, который потом может в тренингсетер пойти и стать очарей. А это, как бы, иногда приводит к различным, там, неполадкам, настройке и, там, поломке оборудования и куче всяких разных вещей. Надо понимать, потому что тут у нас профессионалов с строительным опытом практически нет, а строительных задач очень много и вот эти все LFT ребята практически с нулевым опытом возводят такие сооружения, которые, ну, по сложности доступны только профессионалам. Вот. Следующий у нас пункт это урок инвизации РФ, такой самый проект Локомотив, важный. Сейчас немножко статистики о этом, в этом году. Вот. Вообще этот год начался у нас с яркой вспышки света и эта вспышка продолжает нас озарять. Это очень радует. Это то, что мы начали марафон «Миллион часов Киртова». Это определило нашу работу на вот этот полгода и будет дальше определять. Вот. Ибо большинство из этих цифр, они также напрямую связаны с тем, что этот марафон начался. Да, кто не в курсе, мы поставили себе грандиозную задачу сделать самый большой в мире марафон, да, миллион часов динамической медитации. И сейчас в среднем где-то 400-500 часов стабильно, стабильно, стабильно. Множество, множество разных людей. Ну, там будет статистика, можно будет оценить. Делают Киртон, это все учитывается. А еще же многое еще делают, а кто еще не знает об этом приложении. Так что есть куда расти. Вот. Еще такая идея возникла вот. В начале года мы планируем. Много разных задач все планируем. Вот. И вот большое для меня было откровение, инсайт, то, что мы планировали, ставили задачи, ставили сроки и не подумали и не думали о том, что то количество людей, которые это делает, кому мы это поручим, этого количества людей не хватает. И основной вектор развития проекта урока медитации на ближайшее время будет в том, что мы будем учиться, как расширять команду, как ставить задачи и как вовлекать большее количество людей для того, чтобы делать большее количество работы в установленные сроки. Поэтому, пожалуйста, будьте на чеку, слушайте, внимайте, смотрите мессенджеры, чаты, мы будем делать призывы, созывы тех людей, которые могут нам быть полезны, или у вас есть какие-то инициативы и вы готовы не только поделиться идеей, но и найти команду, взять ответственность, выдать результат. Таким предложением мы крайне открыты, чтобы делать этот мир лучше. основное направление развития это сейчас мы будем учиться расширять команду и делать проект все более и более глобальным. Ну, теперь к цифрам. Значит, назад. Вконтакте у нас вырос с с 46 тысяч до 52. То есть, плюс 6,5 тысяч человек теперь читает наши новости. Дальше. Большой прирост произошел на сайте уроки медитации. Это как раз таки связано с марафоном. То есть, раньше по пользу сайта было не очень очевидно. Потому что все видео есть в ютубе и многие люди просто смотрели видео в ютубе. Но в этом году у нас, видите, было 80 тысяч стало 117. То есть, это почти в полтора раза количество людей вовлеченных в сайт увеличилось. То есть, те люди, которые оставили свою электронную почту уже нам и те люди, которые оставили возможность отправлять личные сообщения. Это значит, что эти люди перестали быть для нас невидимыми. Потому что ютуб, круто, 300 тысяч мы посмотрим, огромная цифра. Но что ты сможешь с ними сделать? Очень тяжело с ними коммуницировать, взаимодействовать напрямую. А когда у нас есть база уже 120 тысяч подписчиков, это уже возможности нам взаимодействовать больше. Если вы задумаетесь, 120 тысяч подписчиков это не абстрактные подписчики, это подписчики сайта. То есть, эти люди, каждый из них минимум один раз он попробовал делать медитацию и он минимум один раз попробовал делать киртом. Это прям взрывает мозги. 100 тысяч. 120. Да. Это они делают медитацию. Можете себе представить. Раньше я не поверил бы, что такое есть. Но эти люди, то есть мы сейчас настолько проникли туда, в поры этого мира. Вы знаете, да, что баба мне пообещал давно-давно? Я был в депрессии, и внезапно какая-то сила меня подняла, я подошел к карте, и глядя на карте, я услышал голос, но не то, что я голоса там слышу, нет. Но это было такое очень и очень мощное знание о том, что я слышал такое понимание, мы будем в каждом городе, в каждой деревне, в каждой клетке, в каждой поре этого мира. Мы будем везде абсолютно. Все будут знать, все будут делать то, что мы делаем. просто двигайся вперед, делай свою работу. Так что мы находимся в этом процессе, в котором мы оплетаем весь мир, весь земной шар вот так вот обматываем. Видите, как вьюн растет. Вот так вот растет, оплетается. Мы проникаем в каждую пору. Мы в проникновение очень глубокое уже, то есть это не просто какие-то люди, но их родственники, их друзья, их коллеги на работе и так далее, и так далее. Это все проникает глубже, 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 глубже. Это мощно. Это очень-очень мощно. Мы сделали недавно новый дизайн для английского сайта, пробуем, тестируем. И там сделали на главной странице, что Дада 80 тысяч человек обучил мантре. И вот недавно мы подали заявку на TED в Новосибирске. Может быть, там Даде удастся выступить, если мы им понравимся. В общем, мы там написали 80 тысяч обучил, а цифра-то оказалась уже устаревшая. Надо было писать 117 тысяч. В общем, вот. Ну да. В общем, да, это 120 тысяч человек, которые, как минимум, первый урок просмотрели и узнают мантру по Бонам Кеванам. Вот такая. Давай дальше. Вот у нас английский сайт прирастает потихоньку. То есть, там еще мы процесс не начали. Об этом мы будем позже рассказывать. Миллионы часов Киртона для англоязычной аудитории мы будем расширять. Ну вот пока сейчас рост не очень большой, но с другой стороны в 1600 до 2000 это 25%. Давай дальше. Вот. Ютуб. Так и надо было писать. 25% выросли. Ну я посчитаю. Да, я тоже так подумал. Ютуб. Было 240 тысяч, стало 308. 63 тысячи. Это органический, как это, да, без каких-либо наших дополнительных усилий, направленных на рекламу, это рост органический, что называется, Ютуб-канал. То есть люди видят в интересных видео дательные видео, им почему-то это вдруг нравится, и они раз нажимают подписаться, и это вот уже 308 тысяч наших подписчиков. За полгода. За полгода, да, с 1 января. Дальше. И английский канал. В начале года было 15 с половиной, стало уже 18 тысяч. Это кажется, такие небольшие цифры. на самом деле там когда как бы эффект снежного кома происходит, то есть как дойдет там до 50 тысяч. То есть чем больше у тебя подписчиков, тем чаще тебя рекомендуют. То есть чем больше у тебя подписчиков, тем легче набирать новых подписчиков. Поэтому, я думаю, английский канал скоро просто взорвется. Вот мы найдем еще много есть вдохновляющих отчаянив на английском языке. Это будет контент расширяться. Я думаю, будет очень хорошее будущее. В русском инстаграме 21 тысяча. Это уже на текущий момент просто. В фейсбуке русском 3,5 и в английском 2,6. Давай дальше. Вот. Миллион часов Киртона. Текущие показатели. Дальше там будет еще презентация Верата. Он расскажет про развитие марафона и приложения. Вот. Он является основным дизайнером, мыслителем этого процесса. Вот. Что касается текущих цифр. Сейчас у нас участники из 51 страны, 478 городов, 7,5 тысяч участников. Каждый день в среднем тысяча... А! Максимальное количество участников за один день у нас было 1300, сейчас в среднем около 1000 каждый день отправляют данные. Вот. Это вот. И всего на тот момент, когда я делал статистику 95 тысяч часов мантры мы уже напели. То есть к 100 тысячам приближаемся. Вот. Но я думаю дальше будет ускорение. За год мы, конечно, вряд ли миллион бахнем. Вот. Но я дальше думаю с появлением новых функций с развитием... Хотя бы 300 тысяч нужно сделать к концу года. Сколько? Хотя бы 300 тысяч нужно сделать. Ну 100 точно сделаем. Одно. Ну чтобы иметь амбициозную задачу надо конечно 2 раза можно ускориться надо сделать 300 тысяч. Ну как мы будем этого добиваться уже некоторые идеи есть. Плюс ко всему повторюсь. Если у вас есть идея инициатива за которую вы готовы взяться милости просим будем в облике. Продолжаем. Секундочку. Поднимите пожалуйста руки кто пользуется приложением здесь сидящих. О, нормально. Половина значит половина еще может добавиться и примерно можно прикинуть что половина маргов пользуется половина не пользуется. Если все марги начнут пользоваться то это уже будет прирост разовый без дополнительных усилий. А кто это даст? Да, что это даст? Это возможность поучаствовать в чем-то великом как минимум. Это даст тебе личный помощник в медитации. Он вам будет у нас вот там будут функции которые напоминают анонсы различные то есть новости это вот будет собственно Верат рассказывать какие функции там еще появятся плюс там будет супер плеер с самыми актуальными интересными мелодиями Киртона в общем слушайте после лекции после выступления Верата можно еще дальше будет обсудить что это может вам дать. Вот миллион часов Киртона давай дальше. Вот провели какие у нас первые такие опыты взаимодействия вот именно с подписчиками миллиона часов Киртона потому что в чем хорошо когда у нас подписчик миллиона часов Киртона человек подписался на личные сообщения ВКонтакте с ним легко опять же взаимодействовать и вот уже у нас был такой опыт мы позвали людей выйти на улицу попеть Киртон это да люди которые может быть на коллективные медитации еще никогда не ходили на какие ну вот им идея такая понравилась вот я дома там медитирую один с приложением тут дай-ка посмотрю кто еще есть в моем городе сколько там 18 городов России Азербайджана и Тбилиси Грузия да видимо потому что нелогично вот от двух 25 участников где-то два пришло представляете а где-то 25 дальше вот также у нас есть такой друг Макс Баженов вот и мы начали проект Мановендро Мановендро начали проект MantraGuitar.ru проект обучения игры Киртона на гитаре это такой онлайн курс где ты с нуля сначала учишься просто гитаре базовые вещи очень доступно очень хороший курс мне понравился я прям ценил человек с опытом он очень давно уже учит людей вот и там с уклоном дальше на пение мантры то есть там должны быть по крайней мере уроки Верата и Джутики в том числе которые там уже рассказывают какие-то идеи специфичные для исполнения Киртона вот такой проект дальше вот тут я думаю надо больше расскажет ну в начале этого года начался великий проект СССР проекрама то есть ребята ЛФТ которые уже были к этому готовы отправились в 77 городов мы я лично принимал в этом участие в виде того кто делает рассылки то есть чтобы вы понимали 77 городов это примерно 2 а бывает и по 3 рассылки на каждый город то есть я их сделал около 200 в общем ну давай расскажи что это было ну это было круто это было 5 5 ребят 5 парней которые собираются в тренинг-центр то есть это их финальный такой экшен да то есть на самом деле нужно в бою быть испытанным тоже потому что ванандашиване здесь тепличные условия ты здесь живешь доживешь вот когда ты отправляешься в холодные места там ты должен быть очень духовно сильным да потому что есть эффект микровид то есть ты когда общаешься с людьми ты даешь лекции они впитывают твою позитивность и впитываешь их позитивность вот и часто бывает так что бывает я вот тоже приезжаю например ванандашиване я просто падаю как самолет с пустыми баками падаю на посадочную полосу и вот и было очень важно посмотреть как ребята себя проявят вот и они по большей части себя очень хорошо проявили объехали все эти города и были очень хорошие отзывы что кто кто встречал луфти поднимите руки нормально было хорошо да супер отлично а кто кто к вам приезжал турья турья да отлично да это вот эта энергетика которая на самом деле есть какая-то магия то есть бабина милость течет по проводам и вот эта вот иерархическая структура бабина она очень важная и вот это вот то есть человеку даются полномочия с этими полномочиями бабина милость приходит это вот удивительно как это работает баба назначал например своего представительного надхарма махасамилан и там просто какой-то дада выступает но такое ощущение что сам баба сидит и это вот происходит и вот то же самое луфти когда они делают работу порученную организацией они становятся такими трансляторами да вот этой энергетики и она сама по себе эта энергетика очень много меняет лекции не лекции это не так важно важно просто чтобы человек был там как вот допустим дада мой шеф он мне звонит и говорит дада я хочу чтобы ты съездил на Дальний Восток я говорю дада чего я забыл на Дальний Восток я говорю зачем мне туда ехать у меня столько дел он говорит нет просто важно твою драгоценную улыбку туда заставить то есть ты должен туда приехать ты должен побыть там и какая-то произойдет химия то есть произойдет какая-то вот такая вот что-то произойдет у многих людей произойдет смена курса жизни на самом деле. Поэтому, пожалуйста, я тебя говорю, окей, я слушаюсь. И вот это то, что происходит. 77 городов, это очень мощно. У нас было около 50 юнитов уже, и мы еще создали, то есть сейчас у нас примерно 80, 77-80 городов у нас функционируют, делают коллективные медитации. Плюс, если еще посчитать Израиль, то там как раз до 80 мы дойдем. Что там дальше? Были также месяц программ Адвайта в феврале, он там провел, вдохновлял ребят. Да. В прошлом году я получил назначение регионального секретаря Москвы. Этот регион включает в себя всю западную часть бывшего Советского Союза. И хочу отчитаться перед вами, что обязанности свои выполняя, мы открыли все страны бывшего Советского Союза. То есть Латвия, Литва, Эстония, Молдова, Украина, Беларусь, Азербайджан, Грузия, Армения. Все эти страны полностью функционируют как. Там есть юниты, там есть марги, там есть коллективная медитация. Это то, что не случалось. 63 года существования организации. Сейчас это произошло. И это будет расти, это будет увеличиваться бабиной милостью. Так что скорость очень хорошая. Все происходит на самом деле. И это очень важно, потому что там, где люди делают в городе коллективную медитацию, это котел, это такой генератор позитивных микровид. Это будет чувствоваться везде абсолютно. Не только у нас на советском пространстве это будет чувствоваться. Это будет чувствоваться во всем мире. Наше вдохновение, наш свет, бабин свет, который идет вот так вот через наши программы, он будет чувствоваться во всем мире. И сегодня уже люди хотят, они смотрят. Мы видим, что люди из Бразилии, из Австралии, из всех уголков мира, они хотят приехать, они хотят быть здесь с нами, они хотят получить наш опыт и разносить его по всему миру. Так что у нас идет хорошо процесс. Адвайт был в Питере, был там несколько недель, и было очень супер. Мне очень льстит, когда хвалят Адвайта, потому что в Азербайджане мне очень понравилось. сказали, что Дада, Адвайт тебя скоро затмит. Он делает крутые лекции, лучше, чем у тебя. Мне это очень приятно слышать. Я надеюсь, что каждое следующее поколение будет лучше, чем предыдущее поколение. В этом наша миссия, в этом наша мечта, чтобы следующее поколение было лучше. По всем параметрам. Сотвичнее, сильнее, тантричнее, вдохновляюще, красноречивее. Я надеюсь, именно вот этот запустить процесс. Почему я верю в ЛФТ? Почему я верю, что надо их делать, производить, делать большую массу? Кто-то отфильтруется, но кто-то нет. Нам всем очень нужны лидеры. Нам нужны лидеры. Организация очень сильно нуждается в лидерах. Каждый маргер, даже если кто-то не собирается идти в очаре, хорошо побыть в ЛФТ. Потому что, будучи в ЛФТ, ты обязан стать лидером. Ты не можешь быть не лидером. Ты обязан стать лидером. Однажды став лидером, ты будешь лидером всегда. Ты не сможешь быть не лидером. Ты будешь брать на себя обязательства. Ты будешь организовывать. И успех будет идти за тобой, куда бы ты ни шел. Он всегда будет тебя преследовать. Поэтому это очень важно, побыть в ЛФТ. Хотя бы год, хотя бы три года. Три года лучше. Потому что год ты бесполезен. Ну, как бы полезен, ограничено. То есть там карма-йога и так далее. Потом, через год, ты становишься очень-очень ценной единицей. А на третьем году ты вообще супер ценил. И потом уже жалко отсылать. Потому что такая корова нужна самому. Но, к сожалению, приходится отправлять. К сожалению, я не имею права препятствовать дальнейшему развитию. К сожалению. Вот так бы я их оставил всех здесь. Навеки вечные. Было бы круто. Но они поедут дальше. И они станут начальями. И они станут светочами для этого мира. Так что в Питере тоже очень хорошо прошло. Ободвайте хорошие отзывы. Был ретрит в Беларуси. В Беларуси мы ездили. Очень легко. На Западе набираются программы. То есть мы открываем регистрацию. Два-три дня идет регистрация. Потом она закрывается. И потом дальше уже люди идут в waiting list. Waiting list. Вот как вот в Москве недавно было. За один день зарегилось 100 человек. И за следующие два дня, два-три дня waiting list. У нас лист ожидания 170 человек. Поэтому есть такой план. В следующем году строить мастер-юнит. В Москве. Либо где-то там в Петербурге. На Западе. И уже начинать проводить программы. Наши программы в нашем месте. И развивать это место. Также Украина. Украина это вообще что-то такое трансцендентное. Следующая Грузия. Да, Грузия. Грузия кайфовая страна. То есть всегда очень здорово. Очень такие нежные марги там. Очень хорошие марги. Музыкальные марги. Гостеприимные марги. Я как-нибудь покажу вам ролик. Где мы сидим. И поем грузинские песни. И пьем томатный сок. Да. И очень такая застольная атмосфера. Это вот Грузия называется. Сидим за столом. Там всякие соленые огурчики. Там всякие хачапури. Там и так далее. Вот это все. И мы поем. Вот. И ну всплойте песню. Окей. Какое значение этой песни. Не любишь меня. Не нравлюсь тебе. Я все равно буду тебя любить. Ну кайфовая песня. Вот. Очень здорово там. И хороший ретрит. Мне 40 человек кажется мало. Нет. По-моему у нас бы больше было. Малиша. 40. Серьезно. В этот раз. Вот Азербайджан. Азербайджан дальше. Азербайджан верните. Азербайджан это всегда лакшери. То есть это всегда 5 звезд. То есть они находят такие места просто. Думаешь вау. Очень-очень круто. И это всегда высший уровень. И здорово проходят мероприятия. Очень кайфово. В этом году они к нам на Раву приезжали. Целая большая делегация. Ну большая относительно. Человек 5. Да? 5? 5? 5. Больше, да? Да. Дедя Шанта тоже у нас из Азербайджана выходец. И она там первую искорку она зажгла. Ну а сейчас мы продолжаем. Санкт-Петербург. Тоже Санкт-Петербург очень хороший юнит. То есть там системное мышление. И вот я хочу, чтобы вот это вот опыт этого системного мышления я очень респектую. Там есть такой у них брат Алок. Он бывает такой несговорчивый временами. Но он очень-очень хорошее системное мышление у него. Очень ответственный человек. И просто каждый раз я приезжаю. И Джагрити лучше, чище. Обязанности распределены. Сурендра секретарь юнита. Алок финансовый секретарь. И вот финансы налажены. Я хочу, чтобы вот этот опыт мы начали делиться друг с другом. Если где-то какой-то есть супер крутой финансовый секретарь, пусть он поделится всем сообществом. Пусть он проведет вебинары. Пусть он тренирует. Если где-то есть хороший секретарь по Брачару, то же он пусть проведет тренинги. Ну и так далее. Это позже мы к этому подойдем. Вот и в Питере всегда они топовые ретриты организуют. Очень-очень здорово. Израиль. Я вот так вот прям влюбился немножечко в Израиль. Ездил. Это было... Ну не знаю, это с чем связано. Может быть люди хорошие. Было еще такая... Не просто мне это сделать. То есть там была небольшая войнушечка. Нужно было ее выиграть. Эту ситуацию. Ну все разобрались. Все сделали. Все хорошо. У нас было 85 участников. 50 инициаций. Примерно 48 инициаций. И сейчас до сих пор ребята продолжают. Вот вы их видите. Они здесь. Вот маленькая кучка. Их сколько? 5, да, человек? 5 вас? Да, 5. Израиль приехал. Так что я надеюсь тоже будет очень-очень там развиваться все. И было бы желание. Атмосфера в стране очень хорошая. Мне понравилась сплоченность людей. Все друг за друга. У меня такое чисто интуитивное. Я не знаю, я сильно-то не знакомился. Но интуитивно. Вот то, что я своими антеннами воспринимаю. Вот это я чувствовал. Я чувствовал сплоченность. Все друг за друга. И это очень-очень такая марговская атмосфера. Да, то есть когда... То есть что такое марга? Это по сути семья. Это семья, в которой один за всех, все за одного. И вот в Израиле этот компонент есть. Мне это очень понравилось. И баба тоже. Баба очень любил Израиль. Там не было и маргов вообще. Не было же маргов никаких. Но баба поехал туда. Баба проводил там, в ДМС, в Дармамахачакру. И баба сказал хорошие вещи. Там до сих пор есть дискурсы и подписано хайфа. Израиль. Баба был в хайфе. Он был в хайфе. Баба поехал. Там совсем было мало маргов. Но он поехал туда, провел там программу. И баба говорил, тогда было как раз очень неспокойно. То есть там у них вот это была война судного дня. Когда несколько мусульманских государств напало на Израиль. Напали это в субботу. Потому что евреи отдыхают в этот день. Не работают. Вот они напали в этот день. И хотели его стереть с лица земли. Да, это государство. Ну ничего, евреи отбились. Нормально. И баба прокомментировал. Он сказал, это маленькая страна Израиль. Выживет несмотря ни на что. Благодаря своей любви к Богу. Вот это вот круто. Так что мне очень приятно их видеть здесь. На нашей земле, на нашей территории. Вы наши. Вы наши братья и сестры. Наш дом, ваш дом. Всегда приезжайте. Мы вас любим очень сильно. И мы тоже будем вас поддерживать как можем. И я надеюсь, вы тоже расцветете так же. А еще лучше даже, чем мы здесь расцветаем. Вы тоже расцветете. И будет здорово. И ваше вдохновение, оно расплеснется на весь мир. И будет круто. Вот так. Нандаши Ване. Нандаши Ване. Ну, наши. Это что такое? Это майские ритвы для новичков. Да, было здорово. Было хорошо. Здесь у нас немножко сейчас. Из-за того, что я сдвигаю свой фокус на запад. Нам чуть сложнее набирать. То есть мы всегда. Тантрическое напряжение у нас сохраняется. Когда нам нужно набрать людей. Потому что Сибирь, в принципе, менее населенная, чем Москва. И очень сильно мы надеемся на вас. То, что вы будете делать работу на местах. И вдохновлять людей на местах. Сейчас очень еще большое, конечно, облегчение. Потому что у нас новые ачарьи начали работать. И очень хорошо работают. У нас Дада Сиддхартха и Диди Шанта. Вы уже знаете. Они уже проявились. И вот сейчас больше к ним. Вот эта вся Сибирь относится. Я больше на западе. Но я здесь буду тоже быть сколько могу. Да, и на западе, и здесь, и везде. Но вот, пожалуйста, помогайте. Чтобы у нас были люди здесь. Ретриты наполнялись. И особенно, когда, даже если они наполнились там. Но особенно заботитесь о том, чтобы люди, когда они вернулись в ваши города, они стали участвовать в наших мероприятиях. И влились в нашу семью. В Украину влюбился вообще жутко просто. Я приехал в Украину. Там у меня тоже была непростая ситуация. В Украине. Вот. И я даже не знал, могу я туда приехать или нет. Потому что ходили слухи, что я там в черном списке нахожусь. И как-то там нашли знакомых, которые там это все проверили. Оказалось, что нет, я могу приехать. И тогда я начал принимать приезд. Вот Тхитя сидит. Я очень обязан ей своим приездом. И вообще, работой в Украине она очень сильно помогла. И Украина это вообще прям сладость небесная. Это такие сладюни все. Они просто тебя, я думаю, такой такой, с ума сойти. Надо сюда приезжать быстренько и бежать. Потому что иначе тебя затащат в эту банку с медом. И потом ты уже никуда оттуда не вырвешься. Вот. Но очень-очень-очень мне понравились. Люди открытые. Они более свободные. У них более, меньше страхов в голове. То есть у нас очень сильно люди пропитаны вот этими страхами. Ой, секта там еще что-то. Вот эти вот все. Вот это вот. Это, конечно, очень неприятные вещи. Это, ну, тамагуна чистой воды. И она время от времени транслирует с экранов телевизоров. Да, вот это вот. Ну, это тамас. Настоящий тамас. А там нет. Там нет такого. Люди просто ты... Они просто вот так вот открытые на распашку. Все, что хочешь, там в голову ты можешь им инсталлировать. Вот поэтому надо аккуратненько. Да. И мой подход такой, что нужно всегда человеку объяснять АБВГД, а потом уже ее ЖЗ. Да. То есть нельзя прыгать отсюда туда. Да. Можно сказать, баба – это бог, да? И они скажут, да, окей, нормально, хорошо. Но это неправильно, потому что тогда будет религия. Тогда будет религия. Некоторые вещи ты должен дойти своей садханой. Ты должен дойти до этого своей медитацией. Вот когда ты прошел через личные опыты, и для тебя это стало не просто какой-то теорией и мифом, это стало чем-то реальным. И когда ты понимаешь идеологию, и когда ты понимаешь философию, вот тогда это Ананда Марга. Иначе это становится религией, это становится мифологией, там и так далее. И в Украине тоже моя позиция такая, что мы будем АБВГД педантично, скрупулезно объяснять и делать их с адвипрами. Вот очень круто. Было 200 человек. Ну, 195 так для Круглого нарисовали, 200. И топово просто организовали. Ну, наверное, где-то слишком топово, да, потому что в финансах ушли там где-то между нулем и минусом. Но для людей сделали очень хорошие, будто была гостиница такая, ну, минимум 3 звезды. Сколько там звезд? 3 звезды точно, наверное. Да, такая. А то, может, где-то 3,5. И было очень классно, очень красивые Карпаты, просто фантастические. Поэтому Украина тоже сейчас такой очень сильный план зреет делать мастер-юнит в Украине. Это будет наш европейский центр. Это будет наш европейский центр в роках медитации. И Марговский тоже центр. Это будет главная точка влияния, центр влияния всего. Вся Европа будет там. И вся Европа будет вдохновляться из Киева, из Карпат, из Львова. Очень, очень, я думаю, очень перспективно. Политика нас разделила. И поэтому, когда политические разговоры там возникают... Я вот, честно говоря, фанат этого Советского Союза, да? Служу Советского Союза. Вот. Но когда эти темы поднимаешь в Украине, о-о-о-о-о. Когда-то начинаются красные такие, да? О-о-о-о-о-о. Сирена, да. Да, потому что политические мнения очень разные, и, ну, я избегаю, но один раз поднялась такая по неосторожности, я быстренько отъехал так, окей-окей, да, политически нас разделили, пропаганда нас разделила, но душевно мы одно целое, любим мы друг друга очень сильно, понимаем мы друг друга очень сильно, и я готов вообще трудиться, и мы все готовы, вся наша команда готова трудиться ради процветания и блага Украины в том числе. Что дальше? Москва. Москва, да, Москва вообще, это, знаете, вот я был в Москве, и вот эта вот песня, или там стихи, да, Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось, как много в нем отозвалось, это реально наша столица, это реально центр, это что-то божественное, вот, и Москва, 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 это Москва. Сейчас сила в Москве, да, и ретриты, я говорю, они вот так вот набираются, раз, 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 можно хоть каждый день делать ретриты. Можно я про ретриты еще скажу, тут уже просто следующая тема, вот эти полгода, все эти ретриты со стороны именно проекта «Урок и медитации», это в основном организационная работа легла на плечи Маниши, за это я огромное спасибо. Спасибо. Определенные ошибки, которые мы тысячи раз выполняли, поэтому когда какие-то инструкции тоже есть, старайтесь делать так, как написано, потому что, как вы видите, опять же, ретритов много, а наш ответственный человек, он один, его раздирает, это все, вот, поэтому в рамках такого координированного взаимодействия мы все действуем ради того, чтобы люди, которые приехали, получили максимум пользы, максимум удовольствия от посещения ретритов. Ну, лекции уже почти не читаем в последнее время, потому что, ну, чего лекции читать? Уже столько лекций, вот, ну, было в Новосибирске, они просто как-то это смогли организовать, то есть смогли как-то убедить нас, вот, и были лекции проведены, там больше сотни, наверное, был большой зал, такой классный был зал, хорошо все, вот, хорошо организовали. Вот, в Тель-Авиве тоже, в Тель-Авиве тоже, в Тель-Авиве тоже одну лекцию провели, тоже свыше, 100 плюс было участников. Вот, следующий проект, о котором хочется поговорить, это школа инструкторов уроки медитации. Есть тоже запрос, видите, очень много городов уже вовлечено, но не во всех организованы коллективные медитации для начинающих, и не везде вот еще наше представительство нашего проекта существует. Вот, в связи с этим, вот, мы в прошлом, кажется, году начали школу инструкторов, это проект, который создан для того, чтобы готовить постепенно людей на местах, которые смогут проводить, вот, мероприятия от лица уроков медитации. И вторая задача этого проекта, не только подготовить, не только образовательная платформа, но еще и платформа для обмена опытом, для общения, для того, чтобы создалось такое сообщество людей, неравнодушных к развитию своего места, к развитию осознанности в том городе, где он живет. Вот, вот, за полгода у нас вот прошло, регистрируется много людей на курс, курс представляет собой следующие части, это тесты, которые помогают несколько структурировать свои знания, и также вебинары, живые вебинары каждую неделю, ведущим являюсь я, я провожу и рассказываю больше о, если тесты рассказывать, что рассказывать, да, о знаниях, то на вебинарах я разбираю именно тонкие моменты с точки зрения, как рассказывать, какие страхи есть у людей, психология, где можно там напортачить в лекции, допустим, это вот живое общение с вопросами и ответами каждую неделю я стараюсь проводить. Вот, регистрируется много людей, как говорил, но на экзамен, вот, допустим, 24 человека за вот эти полгода приехало. Дело в том, что экзамен можно сделать только лично, нельзя по скайпу сдать экзамен на такую важную ответственную должность. Почему это важно и ответственно? Потому что у людей, когда они знакомятся с проектом уроки медитации, есть определенный уже запас кредит доверия к даде в данном случае. Они смотрят видеодаты, они видят его стиль, его подход, его психологию, да, об АВГД сначала. И крайне важно, когда человек приходит в представительство уроков медитации, то есть вроде как люди, связанные напрямую с датой. Ну, дай-ка я познакомлюсь с теми людьми, которые являются его учениками. Если его встретят, этого человека, неподобающий, то, соответственно, будет оценка, что, о, ну, кажется, все понятно, там, секта, секта и так далее. Дерево судят, да, по плодам. Да, поэтому хочется, чтобы плоды, по которым судят, были более зрелые. Поэтому мы вот такой проект ведем, и я надеюсь, что это действительно в такой сатсанг онлайн перерастет, что мы будем делиться своим опытом. Вот мне там столько пришло, такие вопросы задали, не знал, что ответить. Давайте вебинар соберем, поговорим. Или, о, у меня там друг копирайтингом занимается, говорит, у нас неправильные тексты, давайте тут вебинарчик тоже сделаем, пообщаемся на эту тему. То есть, чтобы мы онлайн могли делиться друг с другом опыте в плане прочара, я вот вижу развитие этого проекта так, чтобы мы дотягивали потом друг друга. И следующий шаг будет, вот сейчас первые волны проходишь в школу инструкторов, а следующая будет, что уже вот эти, кто сейчас являются учениками, они будут начинать своих подопечных брать и развиваться тем самым. Вот такой проект, следующая волна начнется в октябре, я думаю, мы запустим две параллельно. Одна волна для тех, кто первые шаги делает в своем инструкторском пути, а вторая волна уже для тех, кто первую прошел, таких уже 3-4 волны есть, мы уже запустим продвинутый уровень. Вот такие вот планы на октябрь. Старайтесь, да, чтобы в каждом городе было хотя бы один-два представителя, это важно. И как-то нужно, у всех времени нету, конечно, но надо как-то, как-то нужно выделить время и как-то нужно добить этот, и сдать экзамен в итоге. На самом экзамене с вас 10 потоп сойдет. Потому что, да, я сразу нахожу где-то, и готовьтесь хорошо, вы должны быть очень-очень хорошо готовы, очень-очень хорошо готовы, и тогда Дада вас не подловит нигде, Дада понимает. Прамику мы с ней делали занятие по, ну это было супервипочное такое, конечно, не знаю, как так получилось, но мы с ней созваливались по телефону, вот, и по каждому уроку я ее тренировал, ну в смысле я ее не тренировал, я ее задавал вопросы, слушал, как она отвечает, и в итоге, в принципе, экзамен не надо проходить, я ее готов принять как представителя. Вот, но она хорошо отвечала, да, она хорошо отвечала, и в какой-то момент я ей говорю, завтра мне в твое домашнее задание запиши 100 полезных эффектов медитации с обоснованием. На следующий день она говорит, Дада, 100 не написала, 70 написала. Вот это хорошо. Так что вникайте глубоко, думайте, думайте глубоко, глубоко, это целый мир, это целая вселенная. Когда ты понимаешь то, что ты делаешь, ты стабилен на пути, хотя бы для себя самого, потому что у всех случается клэш, люди приходят, уходят. Но я, когда я понимаю, почему меня клэшит, это лучше, чем я не понимаю, когда меня клэшит. Да, то есть я понимаю, что мне вот какое-то наступило состояние такой статичности, да, то есть там агон у меня одолевает. Но я понимаю, что бросать медитацию не выход, наоборот, надо увеличивать медитацию. Надо не уменьшать медитацию, нужно увеличивать медитацию. Если мне темно внутри уже, значит я ями-ями не исследую. Это значит, я не понимаю до конца, какой принцип я нарушаю. И мне нужно исправить этот принцип, и все будет хорошо. Да, мы видим на пути тантры много разных примеров. На пути тантры есть люди, которые по 40 лет медитируют, но они гораздо токсичнее, гораздо хуже, чем люди, которые вот новенькие. Почему? Потому что не поняли путь. Путь как острие бритвы, по нему невозможно идти. Ты можешь по нему пройти, если ты понимаешь очень четко яму-не-яму, и соблюдаешь натяжение и динамизм. Если этого не соблюдаешь, превращаешься в токсины. Поэтому нужно понимать, где вот я. И нужно очень хорошо понимать путь. Вы не выйдете на одной эмоции. Эмоция, баба нам, кевелам, все круто на ретрите. Но вы не дойдете, 20 лет нельзя на эмоции. Это я вам тоже из опыта говорю. У меня были крутые эмоции. И сейчас тоже. Но я говорю вам, что ты не пройдешь путь на одной эмоции. Тебе нужно ясное, интеллектуальное понимание, как двигаться, что делать. Что я делаю так, что я делаю не так. Поэтому вам нужно становиться представителями проекта. Хотя бы для себя пройдете курс и поймете, когда вы поймете, как направлять других людей, вы поймете, как себя направлять. Так ведь? Поэтому все остановитесь. И дожимайте до конца. Дожимайте. Первый секрет успеха. Я должен быть успешен в своей миссии. Я должен быть успешен в своей миссии. Если Дады меня завалил на экзамене, что я должен делать? Я должен быть успешен в своей миссии. Я снова пойду на экзамен. Понятно? Спокойно всем. Спокойствие, без паники. Инициации даем бодро. Я думаю, что пять сотен мы за полгода инициировали. Если Диди дады вместе собрать, я не знаю. Диди, как много лет? А вот здесь написано 275 дады и 300 дады. 475 дады, вот здесь посчитано уже. Да подождите, я знаю, как мы это читали. Ну, Диди больше сотни, Диди Четана в том регионе тоже больше сотни. Поэтому, я думаю, где-то около 500-600, скорее, вот так, чем 500. Так что идет процесс, ребята. Это знаете, это какая мощная вещь. Вот на Раве, например, была ситуация. Но пришло кучу людей инициироваться. Ну, окей, ладно, инициировали мы их с Дадой и Диди там тоже. Но один день, то есть один день был вала прям. Ну и целый день, не отходя как бы от станка, инициировали. Утром, на следующий день, мы идем на коллективную медитацию, а там космос. Нет, космос. Там реально космос. Если кто-то был вот на Раве, если кто-то заценил вот этот момент, то есть в какой-то день прям, воп, и перелом. В этом сила. Человек, получивший инициацию, это мощная капля вот во весь мир. То есть это очень сильное изменение микровид. То есть человек не медитирующий, но не инициированный. Это не то же самое, что человек инициированный. Тот, у кого есть инициация, это очень-очень-очень сильная вещь. Поэтому это мы сделали круто. Это неплохо, это очень-очень круто. Это хорошо. Вирата приглашаем. В двух словах о приложении расскажу. Сейчас задали вопросы зала. Для чего нужен вообще миллион часов Киртона этот? С чем мы это считаем? Кому это нужно? Вообще, в жизни у каждого есть направление какое-то. Чтобы двинуться с точки А в точку Б, нужно понимать, что для этого должно произойти. И люди разработали очень простую систему, называется SMART. Слышали? Кто слышал? Систему по SMART. Ты ставишь себе цель, и если ты ее правильно поставил, ты через время можешь оценить, насколько ты продвинулся к этой цели. То есть там основные ключевые правила, что она должна быть конкретной, измеримой, достижимой, ограниченной во времени и адекватной. Так вот, почему у нас есть мирские цели, почему у нас есть психологические цели, но почему у нас нет четких и ясных духовных целей? Нам нужно, чтобы были такие цели на жизнь. У кого есть на жизнь духовная цель, ясная, четкая и понятная? Это замечательно. А у кого есть на ближайший год четкая духовная цель? Это замечательно. Вы наверняка все есть в приложении, в уроке медитации. Потому что это позволяет, приложение позволяет вам оценить, насколько вы растете, насколько вы продвинулись. Потому что вот с одной стороны, качество и количество, это же разные вещи. Но с другой стороны, как говорилось из Дада, просто сиди и медитируй. Сиди сколько можешь до последнего и медитируй. И вот эта дисциплина, в какой-то момент, что-то происходит, какое-то переключение у тебя в голове, ты начинаешь понимать, что ты делаешь. У каждого был опыт в жизни, что он сидел, ничего не понимал. Медитируешь, но не можешь сконцентрироваться. И если ты дисциплинированно подходил к этому, через месяц, через два, обязательно у каждого был рассвет. Так вот, приложение как раз для того, чтобы мы чувствовали то, что мы движемся. Сейчас пока что это, конечно, ограничено. Наша статистика – это всего лишь цифры, сколько часов ты сделал. Но в ближайшем будущем хочется сделать так, чтобы это был ясный, четкий, понятный график. Как ты вырос за год, как ты вырос за месяц. И не только в часах, но и в качестве. Для этого будем думать, как сделать так, чтобы на какие-то простые вопросы ты отвечаешь. Сколько количества медитаций ты сделал хороших за свою жизнь, сколько плохих, как это на тебя влияет. Все-все-все-все вот это вот. Но это в будущем. Это еще пока что через год, через два такие планы, не самые ближайшие. А вот если говорить о самых ближайших правилах, планах, то мы бы хотели сделать это приложение очень полезным. То есть на данный момент это всего лишь счет, но хочется сделать так, чтобы в этом приложении ты заходишь в него, и ты получаешь самую необходимую, нужную информацию. Это и календарь Кадаши, это и расширенный плеер. Что значит расширенный плеер? Сатяндр ко мне подходит на кухню и говорит, у вас что там по приложению? Я говорю, у нас вообще прорыв, Сатяндр, мы делаем супер офигенный плеер. Он такой, плеер – это типа прорыв у вас такой, да? Ну типа там же есть плеер уже, зачем вам еще плеер? Не, на самом деле плеер – это гораздо шире. Когда у тебя есть расширенный плеер, ты можешь утром проснуться, посмотреть последнюю подборку утренних киртонов, включить и все пять от начала до конца уйти в поток в полный. Потому что я всегда мечтал о таком приложении, в которое ты заходишь, тебе не надо думать, какой киртон выбрать. Для тебя уже приготовили классные подборки. Ты просто включаешь вечерний киртон и наслаждаешься аварта киртоном. Ты включаешь утренний киртон и наслаждаешься солнцем. И вот это вот какая-то особая вибрация. Потому что музыка, она не просто музыка. В ней есть ритмы, и они связаны с часовыми поясами также. Потом, у тебя есть возможность скачать все это себе на телефон. Ты можешь в оффлайн-режиме ехать за городом и наслаждаться любыми киртонами. Ты можешь отмечать, что тебе нравится, что тебе не нравится. В зависимости от этого приложение будет удалять то, что не нравится вам, и будет показывать снова и снова то, что нравится. Это в ближайшем будущем планируется. То есть первый расширенный... А что значит расширенный плеер? Это когда ты хотя бы можешь посмотреть список киртонов. Мы хотим к сентябрю сделать уже первый плейлист. И сейчас как бы с каждым выходом приложения мы будем загружать больше и больше киртонов. Хочется к сентябрю также сделать, чтобы было уже минимум 100 киртонов. А через год загрузить все киртоны в этом мире, в это приложение. Чтобы никому не надо было искать. Чтобы не надо было ВКонтакте, слушаешь полчаса, а потом у тебя реклама идет. У тебя есть полная свобода. Еще такой момент. Это будет также великая возможность поддержать авторов этих киртонов, которые мы слушаем все так очень-очень по-пиратски на самом деле. Они там альбомчики хлепают. А у нас будет договоренность с каждым автором. И будет возможность за какие-то крайне маленькие деньги, сопоставимые с чашкой кофе в кафе, купить целый альбом киртонов. И поддержать тех ребят, которые потратили годы просто времени на вот этот результат. Мы исправим эту ошибку, потому что ВКонтакте все, что вы сейчас слушаете, это все паленое, это скачанное вообще. И я еще этим поделился. Это очень плохо. Нам нужно срочно это переисправлять, эту вещь. Потому что во всем мире люди покупают альбомы. И также как бы не найдешь хороших альбомов, очень сложно. Здесь как бы все будет отобрано. И дальше, если смотреть, то это же не просто киртон-плеер. Это и правосамбиты. Где ты можешь открыть, посмотреть слова, аккорды на любой киртон. Еще ссылочку на YouTube, где тебя учат от того играть. Дальше. Это подкасты. Это все направления. Уроки медитации. Самое основное. Учим медитацию. Да, Дада рассказывает в аудио. Это и про здоровье, это и в будущем про детей, это и про рецепты. Все в одном месте. Это же очень удобно. Если у нас будет экология, будет экология. На данный момент мы продвинулись, что сделали. Это мы сделали регистрацию через Facebook и Google. Это значит, что наконец-то Украина, еще страны, где нету контакта, они смогут легко подключиться к нам. За ближайшую неделю уже появится. Да, это то есть сейчас то, что я называю, уже есть в моем телефоне, но пока что нету всех. То есть это совсем скоро появится, мы на грани тестирования находимся сейчас. Это встроенные уведомления. Встроенные уведомления – это очень удобно. В том плане, что ты подписываешься на новые видео Дады Саденанды с YouTube, на какие-то новости марафона, новости проекта. Никогда не пропустишь. Очень много было таких замечаний, что вот пошел Киртон-пикник. Это замечательное явление. Все 18 городов мне отписались, сказали, что это было удивительно. Как минимум, это была очень теплая атмосфера. Даже если вдвоем пришли, это все равно здорово, когда вы оффлайн встречаетесь и практикуетесь, обмениваетесь опытом и так далее. Так вот, чтобы происходили такие события и их не забывали, мы сделали уведомление. В уведомлениях можно будет подписываться на разные марафоны. В ближайшее время хочется провести марафон Панчаджани, наконец-таки, чтобы весь мир поучаствовал в этом. Потому что это удивительная практика. И еще вот к слову о том, зачем нужен миллион часов Киртона. Я думаю, что каждый, кто делает хотя бы 100 часов Киртона, он 100% уже не остается таким, какой он был до этого. А значит, новый человек, он может сделать совсем что-то иное для этой планеты. Значит, мы влияем как-то на эту планету. Поэтому вот эта вот статистика, с одной стороны, для кого-то мало что значит, кто обладает очень много бхакти, да, но не так любит гьяну. С другой стороны, путь невозможен без всех вещей. И без служения, и без карма-йоги, и без гьяны, и без бхакти. Вот. И, собственно, уже через два месяца, что планируется сделать, это на английском сделать все приложение, чтобы люди, которые не говорят на русском, могли также пользоваться, могли также участвовать, и будем гораздо больше. И также вот этот плеер, как бы первая полезная вещь в приложении. Но дальше будем стремиться все больше и больше делать каких-то интересных вещей. Вы подходите, пожалуйста, если у кого-то появляются идеи, делитесь с ними, ничего страшного, что мы даже и слышали 10 раз. Чем больше ты чувствуешь запросы на какие-то вещи, тем быстрее мы их воплотим в жизнь. Все, спасибо. Да. Чуть-чуть отстает от андроида, причем сейчас уже значительно, но вот через две недели они выйдут на одинаковом уровне. Не слышно, Джекиндра. Это не опенсорс, потому что не совсем ясна, сейчас я скажу. Опенсорс, в общем, мы можем сделать опенсорс для тех, кто хочет в ней участвовать. Мы открыты к разработчикам, а для того, чтобы привлекать там широкие кульки людей, я не уверен, что просто есть ясное понимание среди десятков миллионов вот этих разработчиков, что это то, что нужно. Вот. Просто мы, в принципе, не рассматривали этот вариант. Но для тех, кто хочет участвовать, мы готовы дать доступ к данным. Может быть, просто это, видите, связано с этого, как социальная сеть, это связано с личными данными множества людей. Если у людей будет ясное понимание, как можно, какими методами, но у вас это все внутри построено, это можно будет выкачивать эти данные, это большие риски с точки зрения безопасности. Я имею в виду, если у тебя открыт клиент пользовательский, ты видишь, какими вот это все, это могут быть просто... Если у кого-то есть идеи по части разработки, вот наш технический лидер, да, и лидер фронтенда, и бэкенда, и вот можно с ними подойти и свои идеи рассказать. Да, 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 это можно будет. Потому что мало понятен нам этот язык, основной группы людей, да. К сожалению. Надо ли сейчас говорить? Нет, да, 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 да. Окей? Это же правило? Нет, нет, мой сейчас. Давай мой сейчас. Правило. Еще некоторые разработки. Можешь, как человек? Да, 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 да. В итоге, приношу. Что там, когда-то последний был, там? Да. День моя. Там, Киртон, и вот там. Да, да, да. Ну, этот не тот. Нормально? Вы не скучаете еще? Нет. Вам интересно? Это наше все. Это можете представить. Да, усталость на подходе. А? Усталость на подходе. Окей. А кто говорит? Магендра. Ясно. Магендра. Ты старый саппорт. Все. Ты знаешь, вот был такой этот, в Советском Союзе, министр институтных дел. Молотов звали. Молотов, да? Да. Громой капотом был. Молотов. Его называли Железный Зад. Почему? Потому что он мог сидеть 10 часов и въедаться там в каждую букву. Вот я думаю, что Магендра, ты не хуже Молотова. Отлично. Еще о некоторых разработках, которые мы вели в течение этого полугода. Первое, это как раз-таки успешный опыт взаимодействия с удаленной командой. Огромное спасибо Трите и Йону Жо Ачуту из Украины. Они помогли продвинуть и развить идею такого сайта, как Киртон Ворлд. Это такой сайт, на котором каждый из вас может, ну, здесь, допустим, приехали на ретрит и сделали аудиозаписи Киртонов, либо сняли на видео. И каждый может их добавить в эту базу данных. Скинув ссылку, вот, скормив ее, в общем-то, добавьте, ставьте ссылку на YouTube или ставьте ссылку на такой сервис для аудиозаписей SoundCloud. Вот там для аудио. И ты туда оставляешь ссылочку на свою аудиозапись, она попадает в общую базу Киртона. В результате многие люди ее начинают видеть, и получается такой у нас список этих записей. И они, по сути, являются авторскими, вашими. Вы же сами их записали. То есть это не является как раз-таки пиратством, когда вы не... Когда студийную запись распространяешь, это не очень хорошо, если ее сам автор не выложил. А когда сам записал, как кто-то играет, это уже, считай, живая запись нормальная. И это еще не все. Помимо того, что появляется лента, где появляются самые актуальные Киртоны, здесь реализована система рейтингов. То есть в зависимости от того, сколько у этого Киртона лайков, просмотров, прослушиваний, они ранжируются. И в результате можно увидеть наиболее популярные или менее популярные. Но это не будет так хорошо работать, если, допустим, есть один Киртон, который уже 5 лет висит, и у него, конечно же, там миллиард просмотров, и он будет, естественно, первым. Поэтому здесь реализована еще система того, что этот рейтинг за период. То есть вот новая запись появилась, и она всех воодушевляет. Все там лайки ставят, репостят, делятся. В результате создается чарт. У меня вся идея этого сайта, у меня возникла из такой мысли. Вот есть старый Киртон на Махапрагьянанду. И такая мысль была, о, этот Киртон взрывал чарты 80-х. Я вот прямо подумал, думаю, ту-ту-ту-ту-ту-ту. И вот это все развернулось, вот такая вот идея этого сайта возникла, что мы потом будем говорить. О, этот Киртон в 2006-м был топ-1 до протяжения полугода. И так оно на самом деле есть. Ты смотришь, как сменяются прям поколения Киртонов. И это прямо вот так и работает. Вот, плюс ко всему, там будет еще в Facebook рассылочка. Только три Киртона остаются всегда в топе. Те, кто на основном находится. Это вечно классическая подборка. Подборка, да, вот. Будет также там я в планов у меня. Этот сайт сразу на весь мир. Он и на английском, и на украинском, и на русском. И там авторизация через Facebook сделана. И с прицелом на то, что у тебя будет еще каждую неделю в личные сообщениях Facebook приходить. Собственно, подборочка наиболее актуальность. Плюс ко всему мы это в конце концов свяжем с нашим прекрасным приложением. И будем обмениваться с ним данных. Там можно будет как раз-таки прослушать аудиозаписи, которые набрали наивысший рейтинг. Это вот сайт Киртон Ворлд. Спасибо нашим ребятам из Украины. Огромная им благодарность, что мы это все делаем и развиваем. И будем дальше его делать. Сейчас там 6.7. Мы чисто тестовом режиме запустили. На самом деле, я думаю, там есть еще критически важное одно обновление, которое мы ждем где-то через недельку-полторы. В общем, к сентябрю я точно буду массово скидывать, чтобы мы тестировали, пробовали и делились друг с другом записями. И будет там, я думаю, я прям жду, когда там начнется прям такой заруба. Там кто-то за один Киртон, а кто-то за другой. И будут люди друг другу присылать. Ты там лайк поставь, ты там лайк поставь. Я жду вот этого. Привет, как дела? Маш, я участвую в конкурсе. Ну ты уже за что-то больше, чем за свое будешь. А вот так вот. Да, отлично. В общем, вот. Давай идти дальше. Что, не работает? Нету ничего? А, есть. Вот, тут почти не видно. Но это очень важный амбициозный проект, о котором мы еще сегодня будем говорить после обеда. Называется PersonalMeditationSteps.com. Всегда была проблема в том, что все, кто инициирует Дада или Диди, нужна была какая-то система, которая это будет четко хранить. И также, чтобы с этим можно было удобно взаимодействовать. То есть, где-то там кто-то кого-то там получил личный урок на РАО-фестивале, а люди приехали с разных городов. И, к сожалению, местное сообщество... Не могу рассказать документально, насколько. Да, в общем... Может быть, это перенесем на следующую часть, и подочитаем с вами по кому-то. Давай, тогда перенесем. В общем, такая разработка вот произошла. Сейчас, опять же, команда украинских разработчиков, прям у нас с этим повезло. Вызвалось сейчас дальше развивать этот проект, чтобы это не на одних плечах было, а... Вот, не на одних плечах было, а вот, чтобы больше и больше умов было вовлечено, и распределенное, и так работает лучше. Вот, они сейчас будут делать из этого еще и мобильное приложение. Вот, в общем, будет у нас у всех такая система. Ну и о ней будем, да, позже рассказывать. Да, да, подробно коснется. Что касается российского сегмента... Что-то у тебя не то показывается. Еще предыдущий был. А, давай. А, да, 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 да. Нет, это не российский сегмент, это тоже супер-глобальное движение. Вы, может быть, были на сайте yonandamarga.ru. Кто был? Вот, еще, во-первых, нам есть над чем работать, но мы его не особо пиарим, потому что он еще страшненький. Он сделан в рамках такого рабочего прототипа, там есть какие-то базовые функции. Но так там сделано просто для того, чтобы примерно представить, как это будет. На самом деле пока еще так. Но вот Дайнифти из Барнаула вызвался превратить это все в красиво. Это будет внутренняя социальная сеть yonandamarga, где мы именно уже для тех, кто разделяет идею, что нужно объединяться, взаимодействовать, делать этот мир лучше, кто участвует в дармачакрах, в собраниях юнитов. Вот. Для таких людей будет ясная, четкая информация о том, что происходит в его маленьком сообществе, а также на глобальном уровне сообществе. То есть и у нас всегда, допустим, проблема есть вот на чисто марговский ретрит пригласить людей, которые вот уже ясно разделяют, там, вуру, хрипов, хакти, вот это все. Все уже понятно-понятно. Все уже, кто ЖЗ и КЛ тоже уже начали изучать. Вот. А не только АБВГД. Вот. Это будет удобная платформа, где ты будешь видеть все наши внутренние мероприятия, и нам не нужно будет думать, что вот там миссионер, что не миссионер, что это внутренний сайт наш, для собственных нужд. Поэтому все потребности юнита, финансовые фандрайзинги, которые происходят, и еще инструменты для того, чтобы мы смогли взаимодействовать не только в рамках духовных программ, но и в бытовых вещах. Вот ты программист, я сантехник. В общем, вот эта идея у меня вот всегда витает. Я чувствую, что я с 2015 года рассказываю. В общем, у нас есть разные профессии, разные навыки, и очень здорово, когда мы обращаемся друг к другу, и тем самым взаимно полезны друг к другу. Вот. Это вот такой сайт мы сейчас делаем, и также активно приглашаются разработчики к этому всему. Если слова Laravel и Vue.js для вас являются знакомыми, пишите мне, пожалуйста, будем взаимодействовать. И последний пункт, что касается русского сегмента, именно связанного с ВКонтакте. Очень сейчас много у меня запросов на рассылки разные по e-mail. Во-первых, я хочу этот процесс автоматизировать, чтобы вы сами создавали тексты, вы сами создавали, указывали город, а я или кто-то из уроков медитации просто проверяли на соответствие формату, ну, в общем, чтобы это было ясно, понятно, куда мы приглашаем от имени уроков медитации. То есть скоро я всем врачам-секретарям буду такую информацию присылать, что вы сами можете создать, а я буду просто нажать «Отправить», проверив текст. И еще один такой процесс. E-mail рассылки – это такая история про прошлое. Они примерно с 80-го года прошлого века делаются. А вот когда это идет личное сообщение в соцсети, это гораздо более эффективно. Поэтому у меня сейчас есть задумка. Вот я уже начинаю тестировать в рамках, допустим, мероприятия. Приглашаю, кстати. Ретрит тишины в Крыму ловить будет. У людей есть возможность в соцсети, не выходя из соцсети, видите, это в ВКонтакте. Это приложение внутри ВКонтакта, где он нажимает «Подписаться на новости», «Узнать все подробности». Или там вы можете предложить скидку какую-то за то, что он подписался. И в результате человек, вы можете с ним коммуницировать напрямую через социальную сеть в удобной для него экосистеме. Потому что всегда очень тяжело на какой-то свой сайт заманить, чтобы он там ходил, проверял личные сообщения. И это не работает. А когда в рамках уже тех привычных, в рамках тех привычных инструментов, тогда это эффективно. Более того, вот мы проводим коллективные медитации в городах. Я хочу, чтобы эта система, вот он зарегистрировался на твою медитацию, а потом, когда медитация прошла, то приходило приглашение ему, напиши отзыв, как тебе понравилось, не понравилось. И люди, я думаю, будут активно делиться, если им что-то там это, то есть, если написать правильно текст. И это будет для нас пища для размышлений. Ну и еще там такая маленькая тоже задумка, что если ты приглашаешь на какую-то тематическую лекцию, допустим, джама-нияма, либо ты будешь сегодня рассказывать про варна-дьедам, практика отвлечения от привязанностей, то таким, имея такую систему, можно будет отметить всех людей, кто знает, например, джаму-нияму, или знает, вот, про кош, или про гуру-пуджу знает, или может, у тебя там супер для каких-то уже готовых людей есть занятие про высшее указание. В результате, вот это будет такая, да, тоже СРМ-система, в которой ты будешь видеть людей в городе, которые уже интересуются, и на каком они этапе, и ты можешь выборочные рассылочки делать. Вот такая вот задумка, если вы тоже специалист по ВКонтакту, программированию, PH3, Drupal, в общем, все, пишите, будем рады сотрудничать. Спасибо за внимание. Маленький, да. Планируется, на каждый юнит, на каждый... Вот это вот, про приглашение на это, ну, на каждый юнит, на каждое событие, да, там своя будет статистика. Одну вещь вспомнил, скажу, что пока не забыл. У меня недавно разговор состоялся со мной барышней. Вот она была как-то на собрании, вот, и на собрании там у нас, ну, в Москве, наверное, мы двигали тему, что нужно соорганизовываться, нужно создавать организацию, нужно работать эффективно и так далее. И это создало конфликты в разуме. И потом, когда я приехал, этот конфликт был, вот, и она говорит, да, да, но мы же духовные люди, зачем нам вот это вот организация, зачем нам там социум и так далее, вот это вот, зачем опять то же самое, KPI, там, все вот эти показатели эффективности выше, дальше, больше, сильнее, да, вот это зачем это? Я говорю, дорогуша, но мы должны делать служение? Она говорит, да. Я говорю, хорошо. Мы должны служение делать эффективно или нет? Эффективно. Я говорю, а чтобы мы делали эффективно, нам что нужно? Нам нужна организация. Я говорю, все, ответил на твой вопрос? То есть, у многих людей происходит конфликт между социальной сферой и духовной сферой. И люди думают, что духовная сфера это что-то такое, стоящее отдельно от социальной сферы. Но согласно нашей философии, согласно нашей системе, это две вещи, которые абсолютно неразрывно связаны. То есть, их вообще нельзя разорвать. Тот, кто их разрывает, тот в итоге не преуспевает. Поэтому, ни в духовности не там не преуспевает. Поэтому, очень важно, то есть, мы с вами, Аймбаба создал такую систему, что мы садхаки, которые внутри структуры организационной. Чем лучше мы сможем организовываться, тем быстрее будет идти наш духовный прогресс, что так же. И тем больше мы можем эффекта оказать на обществе. Хотелось бы, чтобы все понимали, чтобы ни у кого... Если у кого-то есть вопросы на этот счет, может быть, комментарий какой-то, Я бы хотел это разобрать, чтобы не было никаких недоговоров, недосказанностей, кто-то что-то подумал. Нормально? Точно? Духовность должна быть остыкующими бицепсами. Понятно? А бицепс растет, когда растет организация. Невозможно проникнуть споры. Это абсолютно невозможно. Поэтому нужно это преодолеть. У меня тоже было в свое время такое неприятие к организации. Я думаю, я хотел всю жизнь уйти из социума. И вот медитировать, и духовностью заниматься. Почему у меня сейчас опять какая-то организация? То есть, такое ощущение у людей, что организация их ограничивает. Потому что у всех есть опыт организации диктаторского типа. То есть, ты приходишь на работу, там начальник тебя плющит. Там везде ты какая-то пешка. Везде ты, у тебя нету, действительно, твоя творчество ограничено. Твоя вот душа страдает в этих организациях. И мы автоматически, когда мы слышим «организация», то организация для нас это вот то. Вот то. Это тираническое, тоталитарное и античеловеческое. Да. И организация всякие разные могут быть. И мы можем с вами построить организацию нашей мечты. Наши мечты. Нас никто не ограничивает. У нас есть идеалы. У нас есть принципы. На основе этих принципов мы сможем выстроить организацию нашей мечты. Которая будет любить, халить, лелеять в каждый индивидуум. И каждый индивидуум будет расти внутри этой организации. Не только для себя. Для всего мира мы хотим создать такую организацию. Поэтому мы делаем собрание. Поэтому мы отчитываемся. Поэтому мы стараемся встраиваться в организацию. Знаете, мозг человека. У него много этих нейронов. А у слона еще больше нейронов. Да? Здоровенные такие. Видели? У динозавра они не в курсе, как там. Маленькие, да, совсем? Да. Но уже большой динозавр. Серьезно? Кто знает? Биологи есть тут? Есть. Все. Вот такой? Вот такой? Совсем маленький? Более меньше, чем у человека? Реально? Эй. Ну ладно, портили мне налоги. Ну у слона-то больше, чем у человека? Нет? Сколько его нет? Ну помайся. Нет, помайся. 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 Здоровый такой, жирный. А вот эффективность мозга измеряется, насколько он плотный. То есть насколько связи вот эти установлены между нейронами. Тогда и он умный становится. То есть когда вот все переплелось. То есть у нас может быть тысяча маргов. У нас может быть 10 миллионов маргов. Но при этом мы такие же слабые можем быть. Но если у нас есть сотня маргов, но вот так вот переплетено, переплетенное, связанное экономическими связями, социальными связями, родственными связями, культурными связями, духовными связями, то вот эта вот маленькая структура из сотни человек, она победит весь мир. Понимаете? Вот к чему мы стремимся. Мы хотим переплестись с вами, срастись в один такой организм, суперэффективный, мощный, как ядро, которое ядро из такого алмазной, алмазным наконечником, который любые стены может пробивать. Понятно? Хотите вы этого или нет? Да. Да или нет? Да. Да. Да, ты несколько раз, следующий проект, проект. Хорошо. Ну, мы вот уже вышли просто. Что нам? Уйти? Я не понимаю, что... Ну, они уже вышли, да. Уже вышли просто, представьте. Ну, когда не будем. Ну, нет, это, наверное, вторую часть собрания была. Ну, что нам? Вот, ребята, в общем, как раз мы прямо по теме. Вот. Я думала, как зарабатывать ваше внимание, я думала станцевать. Ну, вот Дада как раз рассказала о том, что... Ну, как раз у меня был большой вопрос на тему того, что мы очень много занимаемся привлечением, как бы, да, как, скажем так, воронка такая большая у нас привлечения, но удержание, как бы, помощь вот этой вот уже семейственности внутренней, ну, как бы, как уже внутри вот этой вот организации, как создать, чтобы люди получали поддержку и действовать больше на удержание людей внутри. Потому что у нас часто люди приходят, уходят, приходят, и приходят, ну, это немножко неэффективно, да, с точки зрения, вот, привлечения людей. Вот. Я сама столкнулась с тем, что очень много, как бы, на пути ты стадуешься именно с кризисом. И это кризис душевный, эмоциональный, допустим, на физическом уровне, на всех уровнях у нас бывают кризисы. Вот. Это называем флэшом, или депрессией, апатия, литргией, в общем, разными такими словами. Я думаю, каждый из нас оказывался в подобной ситуации. И я на своем пути, да, оказывалась на этих ситуациях достаточно часто. То есть у меня, ну, у меня резкие очень бывают подъемы, потом резкий спад. Я всегда так, то есть у них разную. И в эти моменты я всегда чувствовала очень сильное чувство одиночества, чувство, как бы, что я одна вот это, и что мне некому меня поддержать. И я всегда замыкалась внутри, пыталась, ну, то есть не хотелось даже идти, бывает, сюда-то там, говорить о своих печалях, горестях, в общем. Вот. И я нашла, то есть, ну, в процессе я уже, как бы, духовной практики, я нашла инструмент, который очень хорошо помогает тебе в сложной ситуации. И этот инструмент очень простой. То есть это просто человеку, когда договорит, нужен человек. И очень интересно, что это такое, он основан на методе, как называется психо... в общем, ладно, не буду вдаваться в подробности, у нас все время ограничено, да. Мы создали проект «Сатсан онлайн». Это для поддержки маргов в сложной, кризисной ситуации. Как он работает, сейчас вам расскажут еще. То есть я делала его не одна, и в этот раз этот проект вызвал мне большое чувство вдохновения, потому что мы создавали его очень интернационально. Это Киасис Киргизи, меня зовут Апасия. Вот. Потом у нас Сунити из Перми и Крити из Украины. У нас также присутствует еще в наших видах Адвайта. Вот оно здесь где-то. Еще есть ребята, вот Макшеш из Томска, которые нас поддержали. И когда мы создавали этот проект, это было очень большим вдохновением. Реально, то есть мы чувствовали вот эту поддержку друг друга, потому что если кто-то проседал, помогал, кто-то возрождался и помогал. Вот. И сейчас вам кратко об этом проекте. И как он работает, вообще какие основные, скажем так, наши принципы, основные задачи этого проекта расскажет Сунити. И вот именно техническую сторону, как это воплощается, рассказывает уже в Киасис. Спасибо. Намаскад, мы пытаемся быть краткой. Принцип, наверное, один, это очень большое желание помочь другому человеку, то есть понимание, что это все не так просто идти по этому пути. Поэтому мы подбираем команду людей, которые имеют опыт уже в духовной практике и желание помочь. И сами только начали. Собственно, проект только развивается. Принципы, которыми мы руководствуемся, это конфиденциальность в первую очередь. То есть мы гарантируем всем, что кто к нам обращается, что эта информация не выйдет за пределы наших контактов с участниками проекта. Это добросунательность, это всегда с вами остается право выбора принимать точку зрения нашего, принимать точку зрения. То есть наш проект предполагает, что вы просто находитесь в человеке, который готов с вами поговорить, вы видите другую точку зрения. И если по каким-то причинам кураторы этого проекта не справляются с ситуацией, то есть мы всегда готовы передать вам какие-то контакты профессионалам. То есть мы обращались к предварительным за помощью ДАДам, дедям, чтобы они помогали в этом проекте, врачам помогали. Ну вот, наверное, я со своей честью все у нас. То есть у нас есть две стороны этого проекта, да? То есть есть те, кто обращаются, и эти люди уже есть сейчас, и есть те, кто готовы быть волонтерами или кураторами этого проекта. Я извиняюсь, я не предоставила, просто Сунити сама проработала в службе поддержки экстренной, скажи. Это психологическая помощь, ну просто есть опыт работы, и я пытаюсь методически как бы руководить в этом проекте. То есть немножко подготавливать те, кто приходит. Да, 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 это очень большая поддержка. И Трития сейчас расскажет о такой технической, как же это происходит именно, как это технически происходит. Она нас очень поддержала вообще, это был самый мощный даже двигатель. Самый мощный и самый нетометный. Значит, я не знаю, технически здесь все просто, то есть с вашей стороны все просто. Есть сайт, на котором вы заходите, оставляете заявку, с вами связываются и дальше с вами взаимодействуют на том уровне, на котором это вам необходимо. Как это происходит внутри, мало кто знает, насколько это важно происходит. Вот Дадо рассказал, что есть у нас нейронные связи, да, это как слои разума. Проект развивается на многих слоях. Дадо рассказал, как, что существуют связи. Дадо рассказал, какие потребности этих связей, да, какие-то нейрончики облегают. Сунити рассказала, как сделать, чтобы взаимодействовали эти нейрончики, и я самой незаметной части осуществляю техническую, эту часть. Когда мы начинали, перед стартом проекта, мне девочки всегда сказали, смотрите, сделай инструкцию, как пользоваться заявками, как с ними работать. Я сейчас уже думаю, ну какая инструкция? Вот ссылка открываем, смотрим. Ну, прошло две недели после того, как мы запустились, и у меня уже список курсов, которые нужно реализовать для того, чтобы работа была более эффективной. Поэтому очень важно от вас обратная связь, что бы вы хотели. То есть концепт проекта вы услышали, а каким разом он важнее. Мы именно за это здесь собираемся, поэтому очень важно, чтобы вы свое видение тоже представляли. Для того, чтобы технически и материально мы по концепту это не очень важно. Ну, все, да, это очень вкратце. В общем, если вам стало плохо, вы чувствуете, что это очень легко используется метод поезда, да, то есть когда рассказываешь все, то есть в принципе человек просто звонит нам, мы с ним созваниваемся, как это физически происходит. И человек выговариваясь, выговариваясь, ему становится легче, просто мы говорим, все круто, все нормально, все так бывает со всеми. Просто нам кажется, каждый переживает свой опыт, и он в единичном случае, и он хуже всех, чем остальные. В общем, со всеми такое бывает, и все. Кто хочет к нам присоединиться, подходите. То есть мы выкладывали в чате Бухти Проданов, и вот эти вот, то есть мы выкладываем, мы еще раз делаем рассылку после ретрита по юнитам. В чатах юнитов вы найдете ссылки. Вот, если кто-то конкретно хочет подойти, поговорить, подходите, мы будем очень счастливы. Спасибо. Спасибо. У нас еще на первую часть собрания было запланировано по двум проектам. Один, что семейный комитет создан, и по раве мы сейчас ничего не сказали. Но так как у нас время кончилось, я предлагаю перенести на следующую часть собрания эти отчеты, чтобы ничего не сдвигалось. Сейчас коллективная медитация, после коллективной медитации сразу же сходу мы идем, делаем коллективное фото на улицу, и потом у нас обед. Во время обеда будет здесь быстрое именно речение экстренное, неожиданное, поэтому если вы быстро покушали, можете сюда приходить, но надо уложиться вот в этот час обеденный, потому что у нас потом собрание, и уже было много раз проверено, когда один человек, даже если он супер мощный, тянет на себе юнитом, начинается такой прям прогресс, рост там плюс 300% за полгода, все приходят. Если этот человек уходит, и обязанности не поделены между маргами, то потом начинается спад. Таблица обязанностей, это когда в публичном доступе висит таблица, где расписаны все обязанности, которые есть в юните, и примерно, что входит в эти обязанности, и видно, кто этими обязанностями занимается, то есть на кого они поручены. То есть большой такой ватман, где написано, какие есть открытые вакансии, открытые, закрытые, и кто из маргов участвует в этих обязанностях. В целом ситуация такая, то что деградации практически нигде нет, везде либо на месте, либо там плюс-минус в минус 10%, немножко подросли, плюс 15%. Такого пока не наблюдается, что постоянный стабильный рост. А при этом, в чем вот основное такое как бы непонимание, то что канал урока медитации постоянно растет, и растет быстро, и за последние там 5-6 лет он вырос там несколько тысяч процентов, наверное, ну вообще прям кардинально он вырос. Это значит, что количество людей, которые знакомятся с идеологией, с медитацией, с практиками, она сильно возрастает, но конвертация в маргах и в активных маргах происходит не очень хорошо. Вот про это как раз Дады Сихарко немножко говорил. Если посмотреть по всей стране, то да, новые юниты открываются, то есть во многих городах не было юнитов, не было маргов, и там появляются юниты, то есть там, где только юнит открывается, наблюдается такой быстрый рост, то есть там было 0,1 или 2, там за полгода он могло превратиться там в 5-10 человек. Но в старых юнитах, которые вот в Новостебежском регионе есть, такого роста не наблюдается. Это значит, что нам сейчас нужно акцентировать внимание на том, как раз на процессе перехода из человека, который познакомился с философией и только-только получил инициацию активного марга. И что для этого нам нужно сделать? Сейчас мы к этому вопросу перейдем, а для того, чтобы перейти к этому вопросу, хочется пару слов поговорить о миссии нашей, о миссии Анандамарги. Мы каждый ретрит ее обсуждаем, мы ее потом в протоколах пишем, когда созваниваемся, ее проговариваем. Кто прям может сейчас от зубов, у которого отскочит, сказать, какая у нас миссия? Ну, это один из вариантов, а какие еще есть варианты? Нет, не совсем. Какие еще есть варианты? Это наша цель удвоится на год. Ну, в общем, да, правильный ответ прозвучал, это действительно садвипросамач, то есть создание идеального общества, общества, которое у нас неподвержено эксплуатации, которое живет по нравственным принципам, которое или живет согласно идеологии, которые понимают суть садханы, которое опирается на нравственность. И вот такое общество нам всем хочется создать, и всем нам на самом деле хочется жить в таком обществе. Как этого общества добиться, когда у нас в городе 10-15 человек? Получается, что эта миссия, эта цель, возможно, только в том случае, если у нас идет постоянный и быстрый рост. Рост и не только количественный, что у нас просто увеличивается количество инициированных людей, но еще и качественный, что эти все люди, которые получают инициацию, они становятся маргами, они разделяют идеологию, они начинают что-то делать другое, кроме того, как медитировать и ходить на ферма-чатры. Вот. Саличку наблюдения скажу. Ну, насколько я понял, вот это вот юнита строительства, то есть главный такой челлендж, и это вот совсем недавно мне стало очевидно, то, что путь, это реально как острие бритвы, то есть по нему невозможно идти, то есть или ты идешь вперед, или ты падаешь. Тут других вариантов нет. То есть невозможно быть маргом и отсидеться на месте, не получится. То есть тантра – это как велосипед, чем быстрее едешь, тем она стабильнее, и если ты останавливаешься, то ты падаешь на велосипед. И это касается как нашей индивидуальной жизни, так и это касается юнитов, да, юниты, сообщества. Как только перестали крутить педали, что произойдет? Пайпайте. В кювет поедете, в кювет. В лоб и падаете. Поэтому важен такой настрой, что педали нельзя останавливаться, крутить, то есть нужно продолжать крутить педали. И необходим рост, количественный и качественный рост. Качественный рост должен, сначала количественный рост предшествует качественному, количество переходит в качество, а потом качественный рост предшествует количественному. Поняли? То есть сначала нужно количество, чтобы из этого количества какое-то качество получилось. Потом нужно качество, чтобы из этого качества получилось какое-то количество. Улавливаете или нет? То, что самое-самое главное, на мой взгляд, это чтобы задачи, которые мы решаем в жизни, они соответствовали калибру нашей личности. Вот мы сейчас на кухне сидели, разговаривали, примерно об этом. То есть, если я делаю что-то такое, что слишком меньше меня, мне это скучно становится, мне это надоедает, и в итоге я теряю мотивацию участвовать в сообществе. Если я делаю, если мне поручается какая-то задача непосильная, поставили, например, мне задачу вырасти в два раза. Например, юниту поставили задачу вырасти в два раза, но не получается, что-то не получается, и я пять месяцев подряд не шлю отчеты в чат-букте про данных, просто потому что я думаю, что все у нас плохо, стыдно мне отчитываться и так далее. Опять демотивация. Поэтому самое такое трудное, это вот найти вот это равновесие, как натянуть струну правильным образом. То есть, не перетянуть струну и не порвать ее, и не сделать так, чтобы она была раскрябана, болталась бы. Поэтому все эти обязанности, вот этот вот дьюти лист, юнити, это вещь динамическая. То есть, нужно, чтобы каждый, то есть, секретарь юнитов, начиная с центра и до самого-самого-самого нижнего уровня, самого, как бы, территорического уровня, необходимо, чтобы мы создавали условия для роста, новый челлендж, новый вызов. Для этого нужна дисциплина. Если есть дисциплина, очень многого можно добиться. Что такое дисциплина? Дисциплина, это когда в центре говорят, нужно сделать вот это. И все. И пошло вниз. И все, на всех низовых уровнях это делается. Делается и потом отчитывается. Если не сделали, отчитались. Мы не сделали то, что у нас не получается. Это называется отчет. То есть, если вы просто не шлете отчет по той причине, что, типа, мне стыдно отчитываться, у нас ничего нет. Это называется не отчет. Это не организационная работа. То есть, организационная работа, когда есть обратная связь. Что-то не то пошло. Вот сейчас вот подходит ко мне Радха, да, пример. Она подходит и говорит, да-да, почему ты нас в июне хвалил везде в Москве, а вот везде послал, в Саратов послал его в те, а к нам не послал. То есть, она как будто я злоумышленник. Такое, что я как бы специально так вот где-то вычеркнул этот Волгоград из карты, чтобы никто не нашел. Никто не нашел. Так как ребята в Кызыл ездили, да? Они поехали в Кызыл, да-да, диктимана Нанда, и там был суперорганизатор такой, Кунджа Вихар его звали. Парень такой с очень длительным опытом наркомании, и поэтому гениальнейшими мавоками организации. Когда они приехали в Кызыл, на лекцию пришла одна бабушка единственная, и тогда диктимана Нанда распинался, 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 она смотрела, смотрела на меня, говорит, а я слышала, что йога может помочь с болью в спине. В этот момент он понял, что все было напрасно, и мне говорят, нам нужно стереть с карты город Кызыл, чтобы никто случайно туда не поехал. Но сейчас приезжают из Кызыл одна барышня, процесс идет, вплоть до того, что и в Якутске идет, и на Ямале идет, и все идет. То есть нужна обратная связь. То есть нужно писать, нужно писать, во-первых, нужно писать своим буктепроданам, у которых они, в которых городах они есть. Нужно писать, говорит, СОС, у нас наметились проблемы, люди уходят, там что-то, что-то происходит. Если ты кричишь о проблеме, ты говоришь, у нас что-то не так, что-то происходит. В этот момент буктепродан, если он тебе может что-то посоветовать, он тебе посоветует. Если он не может, буктепродан пишет даде, говорит, да-да, у нас тревожные сигналы пошли. И мы не живем в рай для дураков, что у нас все хорошо. Мы понимаем, у нас наметились проблемы. И это не проблема, потому что это рабочий процесс. Это нормально, волнами поднимается, потом спадает, поднимает, спадает, мы на пути тантры находимся. То есть, clash, cohesion и сияние. Это наше... Но должным образом до центральной нервной системы нужно донести, если у тебя нога стоит в костре, горит, а мозг не знает, что у тебя там нога сгорает постепенно, как бы такое существо не выживет. Поэтому очень важно, вот эта вот связь, сверху вниз она должна идти, ну, условно говоря, сверху вниз, от центра к периферии должна идти связь. И от периферии к центру тоже должна идти связь. Это нервная система, это организм. И тогда мы можем оперативно что-то чинить, что-то придумывать. То есть, мы сели, допустим, у нас проблема возникла. Что делать? Давайте собирать собрание, давайте обсуждать, давайте придумывать, что можно провести, какие можно провести мероприятия, чтобы эту проблему решить. Понимаете или нет? Вот это важно. Еще один элемент такой, я заметил. Я пишу в чат, например, Букти Прада на секторе юнитов. Что-то написал. Обычно я не пишу ничего. То есть, если я написал, это значит, что-то меня там тюкнуло по голове. Что-то случилось со мной. Может, я медитировал, там у меня шлепнуло. Может быть, что-то, что-то. Но обычно это всегда связано с каким-то процессами. Что-то мне открывается там внутри. Такова позиция оригинального секторя. Что, то есть, я вам говорю, Анандомарга работает как провода. То есть, по проводам течет бабина энергия. Да, бабина милость. Если я нахожу в этой позиции, как Арес, можете расценивать меня, как проводника бабы. Понятно? Не думайте, да, Анандо у него там свои есть. Эти дефекты, достоинства, это одно. Но у него есть роль. Пока он в этой роли находится, у него идут процессы. И поэтому, если у нас будет связь, то есть, я что-то написал, и вы это вдавили до самого-самого периферийного уровня дальше, и вы это попробовали внедрить. Если вы это не внедрили, вы отчитались обратно. Да, да, не получается внедрить. Что делать? Ждем дальнейших показаний. Причина. Причина. Ищем причину. Тогда у нас будет работать система, понимаете, как организм. Она будет туда заходить, потом она будет обратно подниматься. Туда, обратно. Понятно? Вот это вот очень важный момент. Теперь, второй момент. Я уже озвучил это. Задача наша. Это, ну, цель максимум. Вот, что нам нужно добиваться, чтобы каждый человек в нашем юните получал задачи согласно калибру его личности. И чтобы не было никакого застоя. И чтобы с каждым годом он выполнял задачи более высокого калибра. И более высокого калибра. И чтобы обычные люди потихонечку превращались в лидеров. Для этого у людей должен быть наркотическая привязанность к успеху. Ты должен испытывать гормоны. Делаешь задачу. Успех. Выполнил эту задачу. Выполнил. 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 Это как называется принцип успеха? Называется он? Наркотический. Шратха. Он называется шратха. То, что ты вкладываешь всю искренность в свою задачу. Я вообще думаю, это будем потом обсуждать про приложение. То есть, ну, по крайней мере, на отчаяниях нужно завести дело личное на каждого. В котором будут отмечены задача поручена. Человек выполнил. Выполнил. Галочка. 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 Весь его послужной список это история успеха. Если его поручили, не выполнил. Поручили, не выполнил. Поручили, не выполнил. То есть, организация должна понимать, с кем мы имеем дело. Да. И кого куда. Да. На ответственные позиции. Человек успех. Человек успех. Да. То есть, сделано, 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 сделано. Так же с маргами должно быть. То есть, для того, чтобы... для того, чтобы человек почувствовал вот это вот ощущение, что я что-то могу, с ним нужно сделать что-то. То есть, ты ему показываешь задачу. Вот я тут недавно буквально понял, относительно менеджмента. Дошло. Сотендра давал нам лекции, но я понял в настройке. Вот. И когда я совместил с Сотендриной теорией, я понял, а вот, теперь я понял, что он имел в виду. Да. Что было? Значит, прихожу на стройку. Там бунгало стоит. Видели? Бунгало. Три штуки. Два не достроили. Это вот провал нашего менеджмента. Значит, прихожу. Стоит семь пацанов. Один пилит. И шесть смолзит. Вот это вот вся анандомарга. Вкратце. Поняли? Вот эта анандомарга вкратце. Один пилит, семь смолзит. Да. Да, это как бы из общества проблемы идут, на самом деле. То есть, мы здесь не что-то такое, мы здесь на самом деле в раю, где-то живем, действительно. Это сейчас мы, раз просто какой-то пошла такая нотка самокритики, да, но это, просто надо это делать, для того, чтобы улучшаться. Вот. А так-то у нас, в общем-то, на фоне нормально, хорошо. Я бы сказал, ну, действительно. Потому что люди приходят, иной раз люди попадают, допустим, он поступил новый человек. Я смотрю, как он работает, и я правда не могу понять. У него высшее образование. Он работал на работе, и получал хорошую зарплату. Я не могу понять, за что ему платили деньги. Человеку абсолютно отсутствует концентрация, абсолютно отсутствует КПД, нету, не производит, выходит, вот руками разводит, и потихонечку, 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 идет, 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 работа, смотришь, что стал эффективным, дополю. То есть, на самом деле, идет процесс, хорошо. Но, проблема лидерства, проблема лидерства, вот пришел я на стройку, вот стоит, семь человек, пацанов. Значит, смотрю, ну, ничего не происходит, пошел домой, три часа побыл дома, выхожу, одна палка новая появилась. Я говорю начальнику, я говорю, слушай, я говорю, ты что пилишь? Прекращай пилить. Я говорю, ты начальник, ты не должен пилить, ты должен командовать. Иди, командуй. А что, Дада, ну, пилить же надо. Я говорю, пусть кто-нибудь пилит, ты должен командовать. Я говорю, вот видишь, стоит человек, давай ему задание, ты, давай, накрывай доски, выставляй вот эти лаги, обучи его, прикручивай шуруп. Понял? Понял. Все, давай, делай. Он делает, ты смотришь, он автономно может делать. Все, он делает. Пусть он делает. Отсюда и до обеда. Понятно? Ты ему показал, обучил, сказал, делай. Нельзя просто сказать ему, поставил задачу, вот давай, чтоб так было. Это вот у нас первый тантрический менеджмент был так. То есть, мне пришла гениальная идея декомпозирования опознал в медитацию. Сидел, думаю, как нам построить мастерение? У меня вдруг в голове разложилось. О, я понял. Значит, баню сделает этот, это сделает Сатья Деп, из комсомольчика. Купол я сделаю, туалеты сделает Верат. Бинго. Верат, я ставлю задачу, я говорю, Верат, с тебя туалеты. Верат просто в шоке. как будто, как будто, как будто, товарищ Старин поручил товарищу Берия создать атомную бомбу. И он такой, а, да, да, как это, туалеты, я вообще не понимаю. Я говорю, в смысле, туалеты? Верите и делай, копай. Вот, это было такое, это было не идеальный менеджмент, я вам скажу, но как-то мы это сделали. Вот, идеальный менеджмент, идеальный менеджмент, это когда начальник видит человека, у него человек простаивает, он видит, вот есть человек, вот моя задача, вот у меня есть задача, допустим, мы строим вот этот бунгало, у меня задача, это задача в моей голове, она декомпозирована, тэн-тэн-тэн-тэн, разложена на подзадачи, то есть нужно вкрутить фундамент, нужно уложить вот этот вот ростверк, нужно положить лаги, нужно накрыть их полом, нужно выставить стойки, нужно сделать укосины, нужно обшить, нужно сделать крышу. Понятно? Вот так вот делается, бунгало. То есть, у меня есть примерно идея, я знаю как, я декомпозировал это все, теперь у меня есть человек, я даю этому человеку задание, я говорю, делай вот это, укладываю лаги, я даю ему материал, из чего нужно делать, я ему объясняю, как это делать, я даю ему инструмент, и теперь я его контролирую, время от времени, я его контролирую, я прихожу, ай, почему еще не положил, ну-ка давай, и все, и оно строится, только отходишь, раз-раз, постоял с ними час, смотришь, уже там стены встали, там все-все-все, и ты просто стоишь, ты просто стоишь и смотришь, как только он остановился, ты на него смотришь, ты на него смотришь, я пошел, помедитировать, там еще чего-то, там с Дадой Сиддхарской, мы поговорили, возвращаешь, стоит одна укосина, новая, и мы, ребята, что делали, как я не понимаю, я реально не могу понять, что делали, но вот что происходит без лидерства, то есть только человека оставляешь, вот как компьютер, ты его кнопочки не шевелишь, он уходит в спящий режим, вот так же и с человеком, то же самое с нашими юнитами, только ты перестаешь, вот это делегировать, и наша задача состоит в том, чтобы воспитывать лидеров постепенно, то есть человек убедал, какую задачу, все, твоя задача, обеспечить вкусный просад, каждая, дармачакра, понял, как это делать, все, вот я тебе даю ютуб канал, уроки медитации, еда, вот я тебе даю, значит, деньги на продукты, вот тебе помощники, все, я бы с тобой провел мастер-класс, вот так готовить дал, вот так готовить это, будешь делать, два-три раза, потом человек делает, он делает, это полгода, потом этот человек, все, этот человек уже проверенный, он доказал свою, как говорится, социальную значимость, как в Японии называли, это человек ни к чему не пригоден, смотри, как клеймо классное, такой человек называется, ни на что не пригоден, вот теперь этот человек, как минимум, пригоден готовить просад, а значит, он все может, то есть, он все остальное тоже может, то есть, роль он свою выполнил, теперь он может, теперь он может, что-то другое, теперь нужно новую задачу, более высокий уровень, человеку хорошего, понимаете, да, к чему я говорю, то есть, калибр задач, должен соответствовать, калибру исполнителя, если допустим, с Антошу поручить, там, не знаю, мытье посуды, он выполнит, супер, но это не будет вдохновляющим, да, потому что он может, больше делать, да, вот, когда ты получаешь, равоконцепт организовать, он делает это топово, это просто, да, то есть, мы находим, вот, и, чтобы человек рос постоянно, больше и больше, в итоге мы должны дорасти до таких степеней, чтобы мы управляли компаниями, и нам это все легко давалось, и хорошо получилось, но по шагам, то есть постепенно, там, 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 это раз, это вот то, что я наблюдаю, второе, нормально, интересно это, второй момент, это климат, атмосфера, у нас были прецеденты, да, вот, на кухне, команда определенная, и повар в стрессе прибывает, с такими глазами бегает, и на всех, ага, вы что там творите, вы там не успеваете, и так далее, люди просто в шоке, они как эти, как насекомые от птицы, она бегает, вот эти тараканы, вот так вот, курсирует по всей кухне, результат вообще нулевой, поэтому нужна атмосфера, должно быть ха-ха, хи-хи, оптимизм, то есть всегда должен быть оптимизм, позитив непрерывный, я не очень люблю, как бы негативные новости слушать, то есть вообще в моем мире нет негативных новостей, должно быть все позитивно, даже если у нас какие-то проблемы есть, мы всегда нужно в хорошем оптимизм, то есть мы нашли проблему, это уже позитивно, это уже позитивно, мы ее выявили, супер, правильно, если бы мы не выявили, это как, то есть у тебя там какая-нибудь, например, образовалась, там, чили, например, ты его выявил, и ты знаешь, что тебе надо мне его вырезать, этот чили, уже половина проблемы сделана, мы диагностику провели, поэтому позитив должен быть очень важный, атмосфера должна быть очень хорошая во всех юнитах, и атмосфера должна быть принятия, не то, что не должно быть комплексом неполноценности никакого, я не справляюсь, как ты не справляешься, ты сладови право, у тебя все получается хорошо, и делать, ты должен любить себя, в первую очередь нужно любить себя, ты сидишь, медитируешь, не укоряй себя за то, что у тебя не получается сконцентрироваться, поблагодари себя, что ты сел медитировать, скажи, что это тоже Барамапуруша, я люблю себя, и тебя люблю, и всех люблю, и вот ты к себе относишь, все, что ты делаешь, поблагодари себя, ты делаешь это для бабы, для всех нас, ты очень-очень важный, ценный человек, с этого нам начать, не должно быть никакого вот этого, я себя не люблю, люблю себя, атмосфера хорошая у нас, у нас атмосфера сладкая, у нас гостеприимство, вот, насчет гостеприимства, чуть позже поговорим, да, вот атмосфера, второй фактор атмосферы, первый, это фактор роста, а если вы это проанализируете, философски вам четко будет понятно, дарма это что такое, это вестара, раса, сева и толститик, то есть, вестара растет, каждый год я лучше, чем вчера, я новые навыки приобретаю, я социально расту, я духовно расту, духовно расту, это значит, я смогу управляться своими гневом, оживлением, завистью, гордостью, со своей тамосом, я победил свой тамос, это значит, я духовно расту, и социально расту, у меня появляются навыки, различные социальные, это вестара, если это будет, человека не выгнать из нашего общества, не будет такого человека, который, ну то что это безумие, уходить из этого общества, там будет и растешь, правильно, понимаете, или нет, вот, второй момент раса, раса это как раз климат, атмосфера, когда собрались, и чувствуете вкус, вот вчера мы все переживали раса, люди копеются, я почувствую, что я вообще исчез, и просто вот необымом рано, и ты вкус переживаешь, танец макрокосмо, и ты чувствуешь, что в этой пустоте, эта пустота переполнена блаженством, вот, и вот эта вот атмосфера, вся вот эта наша атмосфера, все, что мы создаем в сатсанге, наше гостеприимство, наша любовь, наша один за всех, все за одного, вот эта вот раса, и мы, просто это трансцендентно, все, что мы когда собираемся вместе, мы все трансцендентно, работаем мы трансцендентно, поем мы трансцендентно, медитируем мы трансцендентно, любим друг друга трансцендентно, все супер круто, это второй элемент, потому что, ну, я когда молодой был, приезжал на коллективную медитацию, нам так трансцендентно было, суп способен, такой трансцендентный, и мы были пять мужиков, Делали одну мелодию, только знали Киртона. Вот подряд ни разу к Киртону не знали. Но это было так сладко. Мы друг друга видели. Но когда друг друга видели, мы так обожали друг друга. Мы так сильно хотели друг друга видеть. Это было вот что-то такое, невероятно особенное трансферное. Вот этот климат, вот эта атмосфера, когда ты идешь на калекеумитацию, ты радуешься, ты ждешь этого момента, ты ждешь всех этих людей. Ты дорожишь каждому из этих людей. Это вот как раз раса создается. И у вас мистец, мистицизм, у вас сватхиая, у вас... А, про Басангит. Вы поняли, вы дома спели 50 тысяч раз про Басангит. Какой-нибудь. И вы его поняли всю эту идеацию. Потом вы расскажете. О чем говорить после медитации? Давайте посплетничаем. Давайте обсудим кого-нибудь. Давайте политику обсудим. Давайте покритикуем кого-нибудь. Или мы какие-то сокровища накопили. Я там пою. И во мне такое открывается. Во мне такая преданность возникает. И я всем этим могу поделиться и рассказать. Я об этом буду говорить. Такая будет климат. Такая будет атмосфера. И люди в такую атмосферу попадают никуда. Почему Рава успешна? Да вот потому что. Атмосфера. Прибыли люди на эту атмосферу. Во-первых, тут все пропитано, провибрировано. Кир-то настолько вошел в эту землю, что они приезжают. Вот Яшода говорит. Да? Как она сказала? Как-то она сказала. Ну что-то такое. Она типа нет, типа термин использовала. Что она сказала? Яшода говорит. Да, да. Как будто мы тут под кислотой. Что-то такое. Что-то в этом духе она использовала. Она говорит, что мы приехали и просто состояние такое. Потому что Кир-то пропитало эту землю. И на Раве люди приезжают. Они не понимают почему. Но они ходят и они в блаженстве хребывают несколько суток здесь. И потом у них это впечатление. И потом люди хотят повторить этот опыт снова и снова. То же самое в Юнити. И Сева. Сева, когда мы полезны. Когда мы что-то делаем полезное для других. Мы чувствуем, что Я буду ходить. Поэтому люди, которые не вкладываются в Ан-Ан-Домарку, они уходят из Него. То есть человек нужно, чтобы он вкладывался. Отдавал свое время, свою энергию, свои чувства хорошие. Свою любовь. Финансы тоже. Финансы тоже нужно вкладывать. Мы боимся. Мы все боимся быть сектой. И финансы тоже. Такая тема табуированная. Не дай Бог, кто подумает, что сейчас секта вытаскивает денег. Но финансы – это важная вещь. Когда ты вкладываешь средства в организацию, ты чувствуешь связь с этой организацией. И ты чувствуешь пользу. И ты понимаешь, что Я нужен. Правильно? Когда ты нужен, есть стимул. А если меня не будет, ну что, никто не пострадает. Правильно? Поэтому вот эти вот вещи надо учитывать. Это прописные истины, но понять их требуется время. Нужно думать об этом. Как первое что-то мы и говорим? Рост. Калибр личности, калибр задачи. Растешь постоянно. Потом? Атмосфера и быть полезным. Тастиди – это все самадхи. То есть, если ты эти соблюдаешь, у тебя есть рост, у тебя есть раса, то есть атмосфера, у тебя есть служение, тогда ты становишься человек-поток. В тебе просто блаженство живет. И где бы ты ни был, везде это блаженство будет распространяться. И все люди, они на блаженство на это идут. Поэтому ваша задача – создать Ананда Марга. Ананда Марга – путь блаженства. То есть, люди, когда приходят, они чувствуют блаженство. Блаженства много. Это не Дукха Марга. Это не Сукха Марга. Это Ананда Марга. И мы Ананда Марга. Для нас блаженство – это неотъемлемая часть нашей жизни. То есть, блаженство, либо оно в спецэффектах проявляется, пульсирует в медитации. Либо оно просто в нашей жизни пульсирует. Я вот с Анандой вижу, я блаженство испытываю. Я всех вижу, испытываю блаженство. Почему? Потому что в них живет блаженство. Правильно? Оно пульсирует, оно течет сквозь нас, по нашим венам течет блаженство. Кругом. И вот это вот наладить этот... Давай, секунду. Я хочу тоже своим наблюдением поделиться. То есть, мы вот говорим, миссия создания Садвиперса Маджа. Но мы тут просто каждую неделю собираемся с ребятами из Мастерюнита как раз обсуждать такие вещи, чтобы понять, куда двигаться. То есть, Анда сейчас рассказал, что делать и как делать. Ставишь задачу, вот так вот подходишь, и задача делается. А зачем, не всегда понятно. То есть, мы когда ставим задачи, мы автоматически подразумеваем, что ну как, вот Садвиперса Мадж, понятно же, все стремятся, и все понимают, разделяют, и все хотят Садвиперса Маджа и будут прям разбиваться, чтобы этот Садвиперса Мадж добиться, прийти к нему. А по факту оказывается, что, во-первых, 80% людей даже и не знают, что они сейчас к Садвиперса Маджу идут. А те, кто знают, они не все разделяют и не все верят. То есть, Садвиперса Мадж когда-то через 500 лет настанет, и как сейчас мои действия к этому приведут, ну так уж и быть, причем не говорят, то я и делаю. Вот хочу еще буквально 5 минут выделить миссии нашей, чтобы вот это все понятие, понимание пришло. Кто может точно сказать, что я разделяю, я вот, все мои действия направлены к Садвиперса Маджу, я верю, что они приведут вот в обозримом будущее, что это какая-то реальная цель, а не какие-то сказки непонятные. Ну то есть, если вы думаете, вот следующий тогда вопрос, чтобы прийти к Садвиперса Маджу, с какой скоростью нам нужно двигаться? То есть, какой у нас разрыв между текущей ситуацией и Садвиперса Маджу? Садвиперса Маджу это идеальное общество, общество, которое строится на принципах нравственности, которое свободно от эксплуатации, где там, как Вишушантьев вчера пил Киртон из каждого угла, все знают, что такое Садхана, все понимают Парамхурушу как цель, все стремятся к этой цели. В общем, к чему мы все стремимся, то, что описывает Бабиная идеология, это все Садвиперса Маджу. Идеальная экология, все существа защищены, животные, растения, птицы, природа идеально сбалансирована, экономика идеально сбалансирована. Ретрит-центр для коров. Это все как бы очень здорово звучит, но как-то не верится. И вот как оказалось, ну, мы это все каждую неделю проговариваем, и уже у нас сейчас так, если ты говоришь, какая миссия, все говорят, такая, уже, по крайней мере, миссию запомнили. А потом, когда начали глубже копать, оказывается, что многие не понимают, что такое идеальное общество, и не понимают, как вот текущие шаги к этому приведут. Поэтому надо разобраться, надо разобраться. И это идеальное общество, оно никак не получится, если количество маргов, то есть членов этого идеального общества не будет увеличиваться. То есть вторая, да, как бы подход к миссии, это band-making missions, это создание таких идеальных людей, идеальные люди, которые будут членами этого идеального общества. Если у вас в городе таких, которые под таким принципом живут 10, а в городе миллион человек, каким образом в городе установится садвипросомаш, да, если там, и примерно один человек в год у вас добавляется. Через сколько лет весь миллион станет идеальным? Через очень-очень-очень много. Да, это значит, что нам нужно скорость свою увеличивать. Я захочу сейчас зачитать цитату, что баба по поводу увеличения скорости говорит. «Увеличьте скорость своей работы по сравнению с настоящей тысячи раз, бесчисленное количество раз, и выполните свои обязанности. Мы существуем в трех сферах – физической, психической и духовной. Ваш долг – показать обществу правильный путь развития во всех этих трех областях. Ваш успех зависит от вашей скорости. Работайте с бесконечно возрастающей скоростью. Победа, несомненно, будет за вами». И решено на мортинге. Теперь нам нужно понять, каким образом мы будем скорость своей работы увеличивать в тысячу раз. Очевидно, что в тысячу раз быстрее человек бегать не может. То есть на индивидуальном уровне ты в тысячу раз яму не можешь быстрее выкопать, чем сейчас. И это возможно только в случае кооперации и объединения его усилий. И вот нам сейчас надо подумать, обсудить какие-то моменты, каким образом будем объединяться, чтобы наша скорость увеличивалась. Но для начала хотя бы давайте вернемся назад. Садвипросомаш понятно, эта цель достойная того, чтобы к ней стремиться и ради этого вкладывать какие-то усилия. или так, что-то там не до конца. Кому понятно? Сатендра, можно еще про миссию, важность миссии? Почему мы, собственно, с ней начали? Мне тоже вот Сатендра вот начинал Мастер Юдити, миссия, миссия. Думаешь, ну как тут, что к чему? А потом я вспоминаю свой опыт. И вот все конфликты, которые я наблюдал когда-либо в жизни, они были всегда связаны с ущемленным эго. Когда эго одного человека задевает эго другого. Ну, то есть, я вот считаю, что я хорошо убрался, ты считаешь, что я плохо убрался, и ты мне как бы бросаешь вызов. Да кто ты такой, чтобы меня учить? И так далее. Ну, и тысячу раз это наблюдали, что эго имеет разные мнения, и поэтому конфликт и совместного движения в результате не происходит. Происходят перепалки, и мы тоже в юнитах это, к сожалению, много раз наблюдали. Когда есть, я так думаю, ты так. Когда же, почему вот миссия, когда же у нас с тобой миссия есть какая-то, в которой мы с тобой оба согласились, то мы уже можем с тобой общаться не с позиции моего эго, моего мнения, а с позиции миссии. Вот, убрано, не убрано. Это как бы способствует выполнению миссии. Да. Вот. И ты как бы уже к человеку подходишь и говоришь, слушай, мы с тобой же согласились вот тогда-то, что наша миссия, мы мейкин-мишим себе просто сама. Да, согласились. Ну, слушай, мне кажется, тут можно сделать лучше. Это ускорит наше совместное движение. Видите? И тут ты уже как бы не с точки зрения себя, своего мнения и его мнения противопоставляешь, а ты уже сравниваешь с общим идеалом и выступаешь в качестве помощника, который вам совместно поможет более идеальное движение создать. Поэтому вот эта вот такая вот штука про миссию, про вот это единство, она вот прям ключевой является. Перед тем, как мы начинаем что-то делать вместе, нужно, да, вот определиться с такой вот штукой, как миссия, что мы к чему-то движемся и потом в момент, когда тебе что-то не нравится, подумать, как донести это таким образом, чтобы это было не обидно человеку, а вот как бы помочь ему увидеть, может быть, для тебя очевидное, а для него неочевидную вещь. как бы увеличить скорость тысячу раз, и мы вот тут собирались, по-хорошему нужно, да, мы тоже пришли к выводу, что неплохо было бы сделать какое-то социологическое исследование, которое будет выявлять самые-самые-самые главные проблемы в юните, то есть какие-то регулярные опросы, чтобы происходили для новеньких, для стареньких, их нужно сначала составить, чтобы понимали, какие моменты больше всего препятствуют развитию юнита. Вот. Но так как это такой процесс долгосрочный, пока мы найдем социолога, пока мы составим тесты, мы сами посовещались, и на основе имеющего опыта, и опыта нашего, и опыта Дады Сидананды, мы явили, что основным таким моментами, на которых можно сконцентрироваться, и которые могут значительно ускорить наш рост в юнитах, это является гостеприимство, динамизм, ну и образование, да, о чем Дады Сидананды говорил, то есть понимание философии, умение ее донести, и вот сейчас можно поговорить, каким образом мы можем улучшить гостеприимство в юнитах, то есть про гостеприимность мы чуть ли не каждый ретрит говорим, говорим, что это важно, это нужно, на этом нужно сконцентрироваться, но непонятно, как еще улучшать ситуацию, не улучшается, и сейчас мы попробуем обсудить и запланировать конкретные шаги, которые вот в этих трех моментах позволят нам улучшить ситуацию. А еще важный момент, есть такая фраза, расхожая, она практически для любого дела работает, что если ты что-то не измеряешь, то у тебя нет возможности это улучшить. Мы должны стараться максимально свое движение каким-то образом измерять. Вот мы, например, поставили в прошлом летом, нет, зимой, цель 2000 активных маргантов, что юнит должен вырасти в два раза. Но с измерениями у нас так, как проблема, например, не знали сколько в начале было у нас активных маргов, так что-то из головы взяли, ну где-то около 700 тысяч, предположим. Мы не понимаем сколько сейчас у нас активных маргов или просто маргов. Если у юнита спросишь, кто-то знает, кто-то не знает, кто-то примерно говорит где-то от 20 до 30. А сколько у нас в стране, мы тоже вот так вот примерно на вскидочку говорим. То есть, первое тоже, один из важных моментов, на котором нам нужно сконцентрироваться, сосредоточиться, это стараться измерять свое движение на регулярной основе. Систематический подход, то, что мы договариваемся на собраниях, стараемся во что бы то ни стало делать, в таком виде дисциплинах. Договорились писать отчеты, пишем отчеты, пока не договорились с другом. Пару слов о критериях эффективности. То есть, у нас есть ряд критериев, которые тоже мы сформулировали год назад, которые, по нашему мнению, если вот во всех этих направлениях двигаться, то это позволит виниту расти максимально быстро и в разные стороны. Я их сейчас могу перечислить. Хотя, наверняка, все знают, потому что в отчетах мы пытаемся эти критерии составлять, там есть некоторые сложности, так как такие параметры, как рост, удержание, непонятно, от какого момента отсчитывать. То есть, ты считаешь рост, с чем рост, от какого момента рост. Поэтому, я предлагаю, да, я уже со многими секретарями поговорил, и тут важный момент. То есть, невозможно этот параметр считать, пока ты такую точку отчета не задал. Поэтому, я предлагаю после ретрита пересчитать всем юбилям мест населения. Да, да, да. Количество маргов, которые появлялись в последние месяц-два. Вот сейчас лето, может быть, кто-то там подразличается, вот кто у вас на ДЧ появился за последние два месяца, весь их список перечислить, вот точка отчета. У вас сейчас количество маргов 15 человек. Все, и от этого момента мы заведем какую-то таблицу, пересчитаем, у нас будет понимание, сколько у нас в стране этих маргов, и потом уже будем смотреть, сколько у нас прибавляется, убавляется, и сколько из этих кто был уже отвалились, да, сколько из мертвых реанимировано, сколько новеньких подобавилось. Вот. И каждый инициированный в вашем городе это получается все. Он автоматически становится маргов, его нужно удерживать. То есть, им тоже многие говорят, ну, инициировался человек и ни разу не пришел, какое я к этому имею отношение, да. А это значит неналаженный процесс между получением инициацией и дальнейшим путем маргов. Вот. Инициированные получили инициацию. Ну, вот это тоже работа, да, значит, это не доработка. Если они хотя бы ходят. Ну, я думаю, что нельзя считать, что он все, отвалился, раз входит. Да. Пойдет. Пойдет, но надо работать, надо объяснять, что разница. Если появляется и участвует в программах коллективных, будем считать, что ли. Ну, вообще, под активным маргом мы еще такую оговорочку делали, что активным маргом считается, у которых хотя бы минимальная обязанность есть. То есть, хотя бы он там пишет в чат, что завтра тхарма-чакра в 7 часов просто анонс. Вот, и... А что еще новую оптимизму сейчас идей, видите? Мне написал, вдруг там недавно скинул с Москвы статистику, ведь вот эта любопытная статистика, посмотри, у нас за последний месяц, за июнь, Джагрити посетило 145 уникальных человек, то есть 145 у нас маргов примерно функционирующих, вот, и хочу сказать следующее, что вот эти вот наши страдания все, им есть конец, ведь, тхарма-четки, то есть, когда мы, ну, допустим, сегодня сразу как говорили, намередали, трудно, действительно, это трудная работа, тяжелая работа, когда мы в юнитах вдохновляем людей, и это какой-то такой, учитывая наши семейные обязательства, работы, и так далее, и так далее, и вопреки этому мы поддерживаем, да, потоки, вот, но наступает этому конец, когда накапливается определенная критическая масса, и тогда становится просто интересно, то есть, на данный момент, допустим, если я появлюсь где-нибудь в сообществе, ну, не знаю, ну, тот же Волгоград, или там, в Барнаилле, или еще где-нибудь, не факт, что мне там понравится, да, то есть, потому что у людей самскары разные, правильно, то есть, вот с этими людьми мне нормально, а с этими нормально, но когда сообщество вырастает до такого размера, что 100 человек, там, и 150 человек, то обязательно по интересам формируются какие-то какие-то клубчики, там у них, ну, в Москве, допустим, у них есть всякие разные клубы, там, клуб-дискотеки, вот они, вот они, вот они какие-то, у нас в Москве супер-описался, да, например, с пафосным названием «Онандофло», да, и они бы кайповали, как бы дискотека, там, диджей, электронная музыка, и мы, в общем, было так, на одной волне друг с другом, потом есть, там, киноклуб, там, есть клуб интенсивный, садхана, там, и так далее, и так далее, то есть, я вижу, что наступает какой-то момент, когда мы порастаем такого масштаба, где ты чувствуешься комфортно, потому что обычно у нас есть маленькое-маленькое сообщество людей, с которыми я не всегда по-человечески совместим, и у меня есть огромный мир моих старых друзей, моих коллег на работе, и которые все в жизни это внушение, самовнушение. Личность меняется в результате двух этих факторов. Самовнушение, сильный ум дает тебе сильное самовнушение. Мы победим, мы там, у нас есть цель, построим сады и просомат, и так далее, ты это себе твердишь, ты это проговариваешь, и у тебя есть вера, да, полная, и даже тебе никто не нужен, чтобы верить в это. Но ум чуть менее сильный, ему нужно внушение внешнее. И вот если, допустим, ему некому внушать, а жена ему внушает, ты время тратишь, лучше бы с нами провел время, с ребенком, ты да 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 да. Понимаете? Или на работе ему говорят, ты все, кто попал, ты да 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 да. И вот кто больше внушает, тот и перевнушает. Да, то есть кто больше повторяет, кто больше говорит, тот и перевнушает. Как говорится, ночная кукушка дневной перепукует. Слышите? Это что, жена всегда имеет влияние на мужчину больше, чем все остальные. То есть она все равно ему скажет что-то там тихонечко-тихонечко. Постоянно повторять, повторять, повторять и сила внушения сработает. И вот когда у нас всегда формирует достаточно большая, что внушения преодолевают другие внушения. Вот тут нормальные люди, тут классные люди, тут суперские люди, тут мне интересно, тут мне очень интересно. И все тебе внушают в нее идеи. и надо инжентировать, и нужно встроиться в ней по самому. Поэтому близится конец нашим страданиям. из parfums еще международная входа в пет巾, ど membership будет 退 от от и уч во 제가 в за в в в в Продолжение следует... 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 Продолжение следует...